We will start soon. Микрофон и общайтесь вон так же, как здесь делают, все задают вопросы вслух. Я надеюсь, что это будет слышно и не будет там эхо никакого. Потому что в чате не получается отвечать вовремя, потом это непонятно, к чему и о чем-то идет речь. Если чего-то не видно, что нужно поменять фокус, тоже просто говорите, будем только так и так модерировать. Да, попробуйте. Послушаем, эхо есть или нет. Макс, можешь поговорить? Олег, Влад, кто там еще онлайн? Пока все забыли. Ну, можете выйти из биржей. Ладно, все стесняются. Слышно было? Не слышно. Почему-то не слышно. Значит, все не говорят, но их никого не слышат. Я вообще что-то... Есть или нет? Я вообще... А, у меня там... Ой-ой-ой. Понял. Вот. Да. Эхо очень большое. Как будто здесь находишься. Да, это потому что... Ты сам себе создаешь это. Все, вытащишься. Ну, в общем, да, звук идет. Можно будет спрашивать вопросы. Вот. В целом, напомню вкратце, что на прошлой встрече мы рассматривали такое приложение, которое позволяет... Ну, одно из применений, например, надо было записывать обещания кандидатов предвыборные и на блокчейне потом демонстрируют, что ну, вот же обещали. И никто уже не удалил. Можно звук, пожалуйста, включить? У кого-то? Ага, отлично. И сегодня вот мы добрались до той темы, которую я изначально анонсировал, вот эту антиутопию. Но прежде чем мы туда перейдем, я хочу еще пару комментариев к прошлому коду оставить. И очень быстро сейчас просто покажу, какие изменения я там сделал. И вот, ну, это на ГИТе можно было посмотреть. Но я в целом просто хотел на эти концепции немножко об этом внимании, прежде чем мы их будем применять сегодня. Там, вроде бы, это была СЕРДА, да? Проблема. Да, в прошлый раз была СЕРДА проблема. Я ее, честно говоря... Это что-то связанное с дефолтным значением. Я ее за эту неделю, но не было времени посмотреть, в чем конкретная особенность. Просто он требовал СЕРДА. Для меня это было неочевидно, почему ему там нужен СЕРДА пригодился. Ну, возможно, где-то макромагия у нас каким-то интересным образом со мной не подружилась. Но это не суть важная, это нам не помешало ничего. В прошлый раз... Сделать... Я сделал отдельную ветку, чтобы как бы в мейне у нас была... Я не расшарил экран, и это как бы... Я не помогает участникам онлайн. Мне кажется, видно экран. А, все видно там экран на... Да, вечер. Отлично. Тра-та-та. Проект у нас назывался... Full-stop-in-box. У нас был буквально один файлик. Что я поменял? Я быстро вспомню. Какие поменялся? Несколько особенностей было. Давайте, наверное, это на GitHub вообще посмотрим. Добнее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. У-у-у. То есть мы остановились на вот этой версии, когда я добавил просто init, и мы с этой версией, в принципе, работали. Так, наверное, на проекте вообще ничего не угадать. Ну, примерно хоть в каких краях я хожу. Я хожу в гид препозитории Nerv Workshop 2021. Тогда мы добавили init. После этого я сделал еще несколько пол-реквестов. Первый из них я смигрировал с использования встроенной коллекции HashMap, Rastovay, в такую же коллекцию, только LookUpMap, из мира с детей. Она более оптимально использует внутренние механизмы хранения данных. Об этом мы сегодня поговорим более детально. На более низком уровне я вам расскажу просто о чем вообще особенность и зачем это нужно. И тогда не нужно... Ну, то есть, когда я перешел с использования HashMap, в принципе, мне перестал быть нужен Cerde. плюс я выключил там Таникон Дефолт реализацию использовал. И изменения, то есть чисто косметически поменял тип сториджа. Он все такой же не влазит в экран, к сожалению. Сейчас давайте, наверное, переключу тогда на Unified. Был Storage HashMap, стал Storage LookUpMap. Вот здесь есть ссылка, где можно прочитать более детально. Да, тут на проекторе совсем не угадать. Я эти ссылки все скину сейчас в чат, в Телеграм. И можно будет это посмотреть. Но, по сути, даже не суть важная. На данный момент это не так важно. И в основном API такой же, все тот же у Storage is Insert, у Storage is Get. То есть в основном ничего не поменялось. Следующее изменение, которое я тогда сделал. Я исправил вопросы с владением. То есть методы getMessage, ему не нужен юзернейм во владении, я ему просто сделал reference. И когда мы получаем, соответственно, как пользователей, нам всего лишь нужно передать reference на юзернейм, вместо того, чтобы передавать туда юзернейм во владении, потом его клонировать лишний раз. Тоже для тех, кто знаком с Rust, это никакое не открытие. Это просто нормальный интерфейс. Мы ожидаем на setMessage, что нам дадут ссылку на аккаунт ID, с которым мы работаем, и ссылку на message. Нам не нужно этим месседжем владеть, чтобы его... Мы все равно будем складывать в Storage, поэтому нам владение ничем абсолютно не помогает и никакую функцию не несет за собой. И третья, более важная деталь, вот здесь это достаточно важное изменение было. Мы когда с вами делали реализацию setMessage, я говорил, что давайте будем передавать туда юзернейм и месседж, который мы будем основывать для этого юзернейма. Но проблема в следующем. Если любой пользователь может отправить транзакцию, сделать запрос к этой функции и указать любой юзернейм, получается печаль, то есть я буду вместо какого-то другого пользователя устанавливать его сообщение. Это не очень правильно. Правильнее будет использовать аккаунт, тот, который отправлял, сделал запрос на вызов этой функции. И в нейроздике как раз есть возможность контролировать, кто вызывал эту функцию и, соответственно, записывать сообщение от имени этого пользователя, а не ждать это через полгода. Я надеюсь, примерно понятно. Про детали мы сегодня еще поговорим, почему, что эта гибкость нам дает, что за ограничения мы здесь можем строить, какие права доступа нам здесь пригодятся. Я скину ссылку на, получается, список коммитов. И вот три последних коммитов, то, что мы не видели на последней встрече, то, что я не показывал, не разбирал, можете их в свободном темпе как-то это посмотреть потом. Да, пожалуй, на этом все про прошлый пример. И можем рассмотреть сейчас, что я хочу... Нашу антиутопию. Для этого я предлагаю начать с такой, с начала модели того, к чему мы стремимся. Напомню, Black Mirror, антиутопия. Мы говорим, что у каждого человека, или в нашем случае, пусть будет это аккаунт, есть рейтинг, который он тебе зарабатывает на протяжении своей жизни. И потом в перспективе можем этот рейтинг использовать для того, чтобы интегрировать другие сервисы и разрешать или не разрешать этим пользователям совершать какие-то действия. Молосовать, принимать какие-то решения, например, или совершать определенные покупки, например, покупать билеты по сниженной цене для адекватных людей. Ну, на самом деле, в таком случае, да? Или для избранных. Не знаю, кто как хочет, так и интерпретирует. Это всего лишь пример. Я никого не ориентирую за антиутопии, в таком случае. Но что у нас получается? У нас есть люди. Если я вот здесь рисую, то будет видно на видео. Соответственно, это некая такая табличка. Давайте у нас тут будет просто account.id Вот. И score. То есть мой аккаунт scroll.net и мой score будет... Я сразу предлагаю его записывать не дробным числом, а дробью, то есть сколько за меня... Сколько баллов мне проголосовали и делить это, ну, и иметь отдельный знаменатель, сколько всего голосов было отдано. то есть у меня будет, например... Это можно процентами, просто сразу проценты дать. Можно потерять дробные, потерять точность на округлении, да. поэтому, да, это можно переводить потом в проценты, а что угодно потом это можно переводить. В этом, как бы, и особенность. То есть, например, у меня будет изначально ноль голосов, ноль голосов и рейтинг ноль. Можно будет подумать сейчас в процессе с вами, как бы, еще решим, какие могут быть записи. Пусть будет еще... Пусть пока мой тоже еще один аккаунт, но... Влад точка нет, вот не люблю чужие именно использовать. Вот есть второй аккаунт. Второй человек, якобы, у него пусть в голосах будет двадцать, и это четыре человека за него проголосовало. То есть, в целом, это значит, что четыре человека отдало за него пять звезд, как бы, в единого класса. Максимально значительно? Ну, да, пусть у нас будет оценки, люди будут выдавать в звездах от... Ну... от одного до пяти, путь, да. Ну, в принципе, без разницы нам, нам прям существенной разницы ни от кого не несет. И что, на что мы можем вообще здесь обращать внимание? Мы можем обращать внимание на какие рейтинги, кому можно голосовать, как будет влиять рейтинг конечный этого человека, если за него буду голосовать я, например. Я возьму с моим очень низким рейтингом и поставлю ему одну звезду. Вот. Это... Ну, как бы, если так вот подумать, то не должно его сильно никак на него повлиять, потому что мой рейтинг достаточно мал. Поэтому можем еще подумать на тему того, как именно мы будем вот эти вот коэффициенты менять. Что нам еще, в принципе, хотелось бы, например, делать или не делать? Вот мы... я обрисую несколько проблем, которые мы должны обратить внимание. Вот рейтинговая система в целом. Как влияет низкий или высокий голос от человека с низким или высоким рейтингом? и как не потерять точность в хранении нашего общего рейтинга? Еще одна проблема, с которой мы можем столкнуться, это что, если этот человек будет постоянно нам присылать какие-то рейтинги, даже если он по чуть-чуть будет влиять на мой рейтинг, это тоже не очень правильно. Соответственно, должна быть какая-то запись о том, что последний раз в ролл в дни голосовал за два раза в дни вот такой-то момент в ингредиции сейчас это смотрим будет какой-то предполагается голосование многократное? Ну, вообще в целом многократное, потенциально мы можем сказать, ну, это вот нам нужно решить, то есть мы можем сказать вообще голосование однократное, но рассматривая вот ту конкретную ситуацию с Black Mirror сериалом, там можно было каждый день и там люди каждый день встречались в офисе и раздавали рейтинг, поэтому можно считать, что давайте рейтинг не раз в сутки можно выдавать. В сериале это работало как лайки в соцсетях, то есть можно прийти, посмотреть, поставить человек 0-0 это означает скажем никто не голосовал ничего не проголосовал, если будет 1-1 он будет иметь максимальную стоимость звездочки и соответственно если будет ставить 5 звезд кому-то он будет выдавать сразу 5 звезд по максимуму, да? Это означает, что если мы запускаем эту штуку одного нового контактера и сразу голосуем плюс, то мы с его помощью можем поднимать рейтинг по поводу верно поэтому нам желательно не только знать что у него 5 звезд а знать насколько эти 5 звезд они я понимаю но если 0-0 понятно что не стоит ничего потому что никто не голосовал но если он запущен и тут же один крылок сам себе это плюс это не должно то это нужно тоже обсудить как сделать так чтобы другой аккаунт голосует чтобы это не давало ему сразу 5 звезд у него будет да у него будет не то что срочка он будет нарабатывать непроверен человек как бы аккаунту нужно как-то транзакции делать перед тем как ему можно поставить ну есть такая система возможно можно показывать после определенного количества голосов как тот же App Store он показывает статистику только когда есть определенное число проголосовавших вот именно по этой если кто-то будет голосовать в ущербе я имею ввиду не просто не показывать если у кого-то допустим рейтинг 5 это самый высокий у кого-то рейтинг 0 с рейтингом 0 он будет просто кто-то проголосует и вдруг это скажется в плане того что вот если у человека 0 рейтинг и он хочет кому-то типа ущерб сделать чтобы оно считалось неизначительно я здесь пытался вот это то что я обвел это я подразумевал что нужно как-то защититься от того что будет или низкий рейтинг от малого рейтинга у IT или наоборот высокие рейтинги и получается такое набивание это проблема по сути давайте так мы положим что каждый изначально имеет по одной могу на самом деле можно не допустим не допустим понимаете искусственного голосования когда выдуваться какие-то репутации неплохой вариант можно его тоже рассмотреть сейчас делать а вот мне эти идеи что как бы голосовать одновременно могут только не люди ссуриц а те которые которые с ним как-то участвуют как-то взаимодействовали это тоже неплохой вариант это вот следующая проблема которую я хочу подвести то есть вот проблема того что мы повторно можем много голосовать нам нужно иметь знание что мы уже голосовали чтобы не было накручивания если мы говорим что мы хотим разрешать какая еще есть проблема я я беру на своем маккауте потом всех на свете брал проголосовал тут тоже много способов этого противодействия в том числе вычитание рейтинга в случае если за кого-то голосуешь положено если будешь голосовать копейкой то если будет минимизировано все такое воздействие на голосовать а все равно за кого за всех деньги тут нет у тебя за 10 человек значит ты по одной десятой ты не можешь иметь больше чем у тебя осталось ноль пока тебе не проголосовали проголосовали тебе у тебя прибавилось ровно сколько тебе голосовали по студии все постоянно обмениваются венгаре понимаете в этой системе нужно поговорить о том с чего мы начинаем если у всех ноль нет у всех один у всех один тогда тот кто первый отдаст он останется с нулём и он уже не будет разной и они будут партнер давайте так мы сейчас обрисуем все проблемы нужно напечатать венгаре тут будет проблема курицы яйца тут много проблем и я не хочу сейчас уйти не думаю что мы за сегодня за дизайн с хорошим балансом но мы постараемся что-то приблизительное написать и посмотреть как можно потом взаимодействовать если монеты давать по паспорту то как раз сразу проблему сверху всех крылов сразу получать одну монету на всех если к аккаунту не зашло все равно будет что одна монета на всех проделать просто ну может быть да ну то есть ну или 10 это сколько там стартовое количество ну стоит начать с базового что-то я предлагал с самого начала и потом смотреть да я все еще хочу закончить просто сейчас проблема которую мы только что видели это накручивание повторов и чтобы не было всем один голосующий за всех на свете сразу вот это вот тоже у нас проблема это ну мне кажется что на текущий момент этого хватит как проблем вот просто хотела обратить ваше внимание что есть что мы можем сказать по поводу чем нам помогает здесь на чем мы можем такое в целом реализовать мы можем сказать это у нас база данных вот у нас одна табличка с аккаунтами рейтингами вот у нас еще на табличка кто кто кому и нам нужны какие-то методы взаимодействия с этим сервисом чтобы голосование кто-то подтверждал если мы положим в базу данных то кто-то будет иметь доступ в этой базе данных и может потенциально менять звучание производим не очень приятная ситуация кроме этого допустим мы можем применить вообще график этой штуки и сказать все эти числа должны быть подписаны соответственно хорошо они будут в базе лежать и подпись будет гарантировать то что этот рейтинг корректен но проблема будет в том что если администратор этой базы данных скажет ну извините мы тут мусор записали да цифровая подпись не сходится но вы и прежнее значение восстановить уже не можете то есть это вторая угроза которая может быть если мы будем пользоваться фактической базы данных есть еще один момент извините да у нас нужно будет точка в которой мы сверяем все рейтинги это должна быть не текущая ситуация а то будет там ежедневно 12 часов ночи все рейтинги не выстраиваются потому что смотрите постоянное движение туда-сюда постоянно раздачи они позволяют нам четко разделить условно сести-то монеты разделить ее на концу суток выстроенный рейтинг. Все перестроили с каждым угодно его количество звездочек. Начинается новая сутка для голосования. Рейтинг меняется один раз в сутки. И в течение суток как угодно ты можешь голосовать, но в конце суток определится суток голосования. Не в момент голосования, а в конце суток исходя из строительства. Это возвращается обратно к проблемам, которые мы можем решать. То, чтобы предотвращать одну из вот этих проблем, действительно мы можем разные подходы иметь. Я бы пока что остановился на простом, что мы пересчитаем мгновенно. И просто у нас есть рейтинг, есть коэффициенты, с которыми мы увеличиваем рейтинг голосования. То есть просто когда кто-то голосует за другого, он использует не строго 5 монет, то есть не 5 монет, а добавляет не голос от 1 до 5, а голос от 1 до 5 умножен на какой-то коэффициент его собственного веса. То есть если у меня есть коэффициент, который говорит, что я нулевой пользователь, то мой коэффициент 0. И он что бы там хоть на 5 добавлял, хоть на 5 звезд ставил, хоть сколько звезд ставил, все равно будет по большому счету. Влад постует отрицательный коэффициент. Не знаю, возможно. Вполне возможно. И отрицательное решение человека с отрицательным коэффициентом ставить положительное. Потому что если плохой человек сказал, что это плохо, значит, это хорошо. Ну тут, короче, будет как бы единица, это уже плохой коэффициент. То есть тут я бы уже не усложнял систему пока что. Давайте вот остановимся где-то на этом уровне. Сейчас хочу обрисовать проблему административную скорее или там операционную. В том смысле, что даже если мы напишем такую систему вот сейчас, то у нас останутся риски в области того, кто же будет вот эту систему нам поддерживать. Если это будет государство. Ну, до какой-то поры мы ему доверяем, после какой-то поры мы начинаем ему задавать вопросы, а почему у этих ребят какие-то коэффициенты интересные. Вот. А потом начинается вопрос между государственных каких-то рейтингов. И мы украемся вообще в проблему нерешаемую, потому что там есть определенные интересы международные, и каждый оценивает вклад других людей послойно. Поэтому тут много вопросов там и культурных, или еще что-нибудь, что для одного человека в нашей культуре хорошо, то для другого человека может быть совершенно неприемлемо. И оценка этого поступка может разниться колоссально. Поэтому давайте это ставим со скобками и поговорим больше о технических вызовах здесь. Вот. В мир мы можем использовать следующие механики. Нам мир позволяет хранить информацию внутри своей системы. И изменение в эту информацию вносится только на основании вызова функций вашего хода от имени всегда какого-то конкретного аккаунта. Ключевое слово, что это всегда от имени какого-то аккаунта. В блокчейнах ничего не появляется из воздуха и ничего не пропадает никуда. Это все описывается павелами, которые действуют на всю систему в целом. И, ну, это называется протокол. И в итоге, какие гарантии он дает, это, ну, чтобы такая система в целом работала, все участники этой сети должны иметь возможность получить одинаковый результат, независимо от того, когда они будут выполнять эту операцию. Через год, сейчас, на 10 машинах, на ARM, на x86, вручную, как угодно, в соответствии с протоколом, результат всегда должен быть одинаковым. Какой результат? Результат того, что если будет произведено голосование от имени scroll.net, то в соответствии с нашей уже реализацией, которую мы сейчас будем писать, мы всегда получим одинаковый результат в плане рейтинга, который подчиняется правилам, на которые мы все договорились. Правило – это просто программа, это просто приложение, просто код, его можно прочитать, и его запуск на многих компьютерах будет давать одинаковый результат, предсказуемый. Честный или нечестный – это коду, это не задача кода, честность здесь определяем мы, то есть так как мы придумаем, как мы решим все вот эти проблемы, вот это и есть честность. А Мир и вот платформа, машина у нас отвечает за просто соблюдение правил, которые описаны в коде. Вот. И примитивы, которыми мы будем пользоваться, по большому счету в Нире есть просто хранилище, ключ-значение, t-value. Ключом у нас будут вот в этом случае account.id, значением будет export. Здесь у нас будет, я предлагаю ключом ввести общее вот такое вот значение, то есть кто за кого, прям вот сплитно записываем, это наш ключ. Когда это произошло, это может быть значение? Ну, я не знаю, может быть, как-то лучше их разделить, использовать как бы… Кого разделить? А? …использовать два ключа. Удобство вот такого объединения, что можно за один запрос к хранилищу просто составить от кого кому, а мы знаем от кого кому. Сразу узнать, было ли голосование, никогда не было. Иначе нам придется сделать два запроса. Сначала на фролл, за кого проголосовал фролл точка нет. А потом внутри него, в еще одной таблице, зачем-то искать вот точка нет. А зачем нам нужно это искать? Нет, я имею в виду, что как бы есть значение и два ключа, и нельзя одновременно подумать, о чем искать. Нельзя. Ну, как бы, я не совсем понимаю… Тут просто прикол в том, чтобы не было каких-то неоднозначностей, если мы просто слепим две строки. Ну, мы можем как угодно их слепить, тут разделить, что-то уникальное поставить. А есть какие-то символы, которые нельзя использовать? Ну да. Мы это запишем как? Ну да, там null-сепаратор или там пробел. Но null-середину строки не запихем? Ну, лучше не запихивать. Вообще запихнем, в Rust запихнем. В Rust нет ограничений, ты неси строки. Ну и потом придется долбиться и еще с ней работать. Ну, только мы работаем, это наша внутренняя реализация, мы никуда наружу не выставляем. Поэтому… Не, ну правильно. Раз для себя любимых, то… Ну, по-хорошему, что мы делаем внутри, вот это, это всего лишь структура с двумя полями. Там… From… Который… Который… Account ID… И… To… Который… Который… Аккаунт ID… И если мы к этой структуре просто напишем, что это BOTCH сериализованная структура… Drive… Там полочка… То BOTCH реализован таким образом, что он записывает… он сериализует вот такую структуру в… Четыре байта – длина строки впереди, которая будет сериализована после этих четырех байт, потом сама строка ровно такой длины, потом опять второе поле – это четыре байта длины и опять строка, все. Да. То есть мы не будем вот это вот… ну, BOTCH сюда вставлять… Это значит просто, чтобы двойного голосования не было. Правильно? Это чтобы не было двойного голосования. Мы фиксируем, чтобы не было двойного голосования, да? А вот… Вот это… Мы, получается, это делаем в качестве структуры… Да. Ну, просто если мы это запишем как один строк, то нам придется его вручную разделять. Да. Ну, разделять нам, скорее всего, не нужно. Мы его будем всегда только соединять и запрашивать. Но чтобы нам не нужно было морочиться с тем, а как же представить… Как сделать так, чтобы не получилось, что у нас есть аккаунт… Фрол, тот пример, там… слит на Влад, тот пример. Вот какой-то аккаунт… То есть есть некий пример Влад, у него есть под аккаунт Фрол, вот. И он, допустим, проголосовал за… Ту точку пример. Чтобы у нас не было никаких неоднозначности вот в этом вот вопросе. Там нужно или изобретать какой-то разделитель сюда вставлять, как я предложил, нулбайт или еще что-нибудь, что не очень удобно. Либо использовать структуру, которую… А если уникальные номера присвоить? Просто, когда человек регистрируется в системе, «ProEar» получает номер один. А Влад не получает номер два. И здесь мы пишем 2.1, 1.2 – это будет прославление двух к одному к одному. В общем, это чистотехническая реализация. Можно с ID сделать, можно с числами сделать. Это не суть важности. Что я хотел сказать? Да, вот у нас есть хранилище. Ключ-значение. Ключ-значение. Нам нужно… Какие операции уметь делать? Нам нужно придумать, как регистрировать новых пользователей. Об этом еще поговорить нужно. Может быть, не нужно регистрировать пользователей. То есть, потенциально, как в Black Mirror это было устроено в «Черном зеркале», что по большому счету… Ну, либо точнее как… Там есть два варианта. Либо им присваиваются эти аккаунты при рождении, когда есть там функция Register, ее регистрирует там какой-то… Ну, некто. Например, мы можем выдать право доступа на регистрацию родителям или государству. Ну, какая-то такая история. Соответственно, кто… Ну, или там… Ну, вот кому-то нужно будет это подумать. Нужно по единственному коду регистрировать. А, в общем… Ну, если существует уже аккаунт ID, то значит… Да. Вне… Мы можем сказать, что у нас есть аккаунт ID, уже пользователи зарегистрированы. Соответственно, нужно ли нам регистрироваться? Под вопросом, возможно… Мы просто будем говорить, что если у нас такого пользователя еще нет, то это как раз новый аккаунт. То есть, кто… Ну, а когда он появится? Когда кто-то будет за него голосовать, и вот тогда мы ему присвоим какой-то ненулевой рейтинг, а уже какой-то перечитим. Соответственно, нужно… Нужен метод rate – проголосовать. Нам нужно метод какой-то иметь, чтобы узнавать свой рейтинг. Или чужой рейтинг. GetRate. Get score. Rate – это именно голосование, а мы хотим иметь свой рейтинг. Нужна срочка голосования. Если мы считаем отрядившись, это надо иметь срочку 18 лет. Можно еще… Можно… Это все… Это все можно ревизовать. Да, в одно занятие мы просто не справимся. Поэтому лучше минимальная версия. Нужно еще проверять, если это будет аккаунт. Ты можешь проголосовать за несуществующую аккаунт. Ничего страшного. Пока что… А ты же теряешь тогда свою… Сам виноват. Копеечку. Ну, это… Это ж пока частное решение этой проблемы. Мы пришли к тому, что мы так решим эту проблему. Да. Копеечку будет так. Я не очень понимаю, в чем там будет особенность. Ну, как мейннет и теснет. Можно, да, но люди, они как бы от возраста ничем… Наслед политическим образом… Родители всегда плохие. Родители всегда хорошие. Хорошо. А в какой-то момент тоже меняется роль. Дети, мы с вами родители. Привезайте. Где-то роль. Ну, вроде бы… Сейчас я на всякий случай проверю, если я что-то забыл… Нет, есть разные способы. Вы же государство или территорию. Сейчас вам будет честного варианта. Идея. Независимостей. Причем государство в децентрализованной сети. Да, это, в принципе, все, что нам нужно. Вот буквально три метода, один из которых под вопросом. Давайте им как бы не заниматься. Давайте считать, что если такого пользы для не было, то мы на момент голосования рейта будем его создавать, и ему записать какой-то… Ну, а Getscore, собственно, будет давать возможность любому пользователю узнавать рейтинг любого другого пользователя. При этом скоро это будет какой-то сложный объект, не просто 5.0 или 4.3 рейтинг, а вот какой-то комбинированный, который будет позволять нам понимать… Насколько этот человек, так сказать, давно получал этот голос в 5.0? То есть, например… Ну, какие можно системы вообще сегодня просмотреть? Например, Booking для бронирования отелей. Рейтинг 10.0 может быть как у совсем нового объекта, так и у очень старого объекта, давно существующего на Booking.com сайте. Но если ты видишь, что рейтинг 10.0, это значит, что ему никогда не поставили рейтинг даже 9 за всю историю его существования. Если ты видишь, что там 10 тысяч голосов, ты просто как бы боготворишь и едешь туда, и тебе прям все должно нравиться. Поэтому нам тоже нужен такой вот инструмент, чтобы понимать, насколько этот рейтинг ценен, вот скажем так. Давайте попробуем чего-то изобразить в этой области. То есть, поедем опять наш ГИКС, создадим новый… Что? Это справедливо, спасибо. Онлайн показывается? Да. Супер. Создаем новый проект. У меня здесь почему-то… Нет, сейчас… Удал. Carga.new.dash.leap.social rating. Это любой раз проект так создается. В… Опять обращаю общее внимание, что… например, dsdct.io… И здесь есть инструкция… Здесь внизу для вот такого ручного создания проекта. Я сейчас… подниму это еще раз в счет. Я, как говорил на прошлой встрече, не люблю, когда есть просто магическое знание. Вот вы должны отсюда это все скопировать. И только на этом видео вы будете знать, как создавать проект. Поэтому я еще раз прохожу вместе со всеми создания проекта. То есть я его создал. Carga.new. Даже дошли… Секунду. Кто-то присоединился. Я не говорю… О. Вот. Там… Мы не будем подключать эту антенну? А? Мы не будем там подключать эту антенну? Нет. В зависимости мы добавляем мир из детей. У нас будет create-библиотека. То есть мы эту… Наше приложение, которое мы пишем, мы пишем его как модуль. Нет. Мы не пишем бинарный исполняемый файл. У нас есть множество функций, которыми мы хотим расширить наш проект. Зачем, расширить мир. Это настройки, которые, в принципе, можно было бы не указывать. Это оптимизация по размеру финального файла вазм, который мы будем публиковать в мир. Поэтому это не суть важно. Но мы включаем overflow checks, потому что лучше мы упадем в процессе выполнения приложений, нежели, допустим, ошибки переполнения типов, когда мы, например, из нуля вычтем 10, а у нас использовался беззнаковый тип. Соответственно, отрицательные значения мы не можем показывать. Поэтому в качестве такой дополнительной защиты от случайных ошибок программиста мы даже в релиз режиме по умолчанию в Rusty в дебаг режиме overflow checks включены, а в релиз выключены. Так вот, мы даже в релиз специально включаем, чтобы избежать потенциальных уязвимостей. Там надо полностью в того сторону заменить. Нет, дописать на него в конец. Он же такой же, как я спрашиваю. Да, такой же, как в прошлый раз, вы можете его скопировать из статуса. Продолжение следует... Сейчас я в гид добавлю в начальную версию. В гид добавил, в мейне уже есть ветки. В гид добавил, в мейне уже есть ветки. Возвращаемся, смотрим. Там еще одна вещь, там уже... А еще каргалок попадает. Да, попадает. Ну, артефакты. Я добавил. Которые делаются с... Таргет не добавляется. Каргалок добавил специально, чтобы у нас точно все скомпилировалось. Вообще, в целом, если вы пишете приложение, которое конечное, то каргалок нужно включать в гид. Если вы пишете библиотеку, Crate, которую вы будете публиковать на Crate.io, то каргалок рекомендует не добавлять в ваш проект. Но мы пишем приложение, хоть и в виде библиотеки, но приложение, которое мы не будем публиковать на Crate.io, поэтому по правилам хорошего тона я добавляю каргалок сюда. Давайте посмотрим на наше приложение. Мы будем взять наше приложение. Вот пока что структурка. Пока что она пустая. Нам нужно... Я пока напишу про каркас. Мы хотим иметь некую интеллизацию этого процесса. То есть new будет вращаться в себя. Нам еще пригодятся, как я говорил, методы rate. Rate будет изменять состояние. То есть на mutable reference, на self-nusion. И он будет произвести голосование за какого-то пользователя. Rate a... Another user. А вот если это не очень, наверное, не по теме, почему... Есть какое-то отличие в том, что писать три... Как слэшные, не скажем. Да. Три слэша – это документационная строка, а два слэша – это просто комментарий. Три слэша перед функцией, она автоматически будет... Раст имеет встроенный инструментарий для генерации документации. Соответственно, вот эти три слэша будут автоматически формироваться в веб-документацию к вашей функции. И еще, может быть, лучше... А, там лучше надо было импортировать в мере языка. Это он сделан на память. Давайте скажем... Давайте, наверное, напишу, так как бы я хотел написать это изначально. То есть я введу score, тип score. Это мой тип. Мы его можем потом вынести в отдельный модуль. Я скажу, что это структура на одном поле. Это поле U8. Лучше ему все-таки имя дать. Ой, и тут, наверное, все-таки... Ну, ладно, и будет. И чтобы создать такой score... Пожалуй, это будет на сегодня слишком много, мы просто не успеем. В общем, я только скажу, что по-хорошему нам нужно какой-нибудь... Давайте я вот так вот сделаю. Лучше иметь score про-типизированный. Вот. И описать для него... Правила того, как мы его создаем, как мы его валидируем, чтобы у нас score не мог только быть в диапазоне от 1 до 5 и ничего другого. Но сейчас мы сделаем... Более простую реализацию, скажем, что это U8. Проблема в том, что нам, чтобы потом использовать такой score, нам нужно было для него реализовать сериализацию, сериализацию с валидацией. Я просто не хочу этим сейчас заниматься. Я это допишу уже после нашей сегодняшней встречи. И на GitHub сможете просто посмотреть, как бы я реализовывал такой score, как строго типизированный тип. На данный момент нам хватит, что мы скажем, что score может быть только значением U8. Это unsigned 8-битовое число. Соответственно, значение он может принимать от 0 до 255. Поэтому нам лучше, не лучше. Мы скажем, что рейтинг score должен быть от единицы. Из-за пяти. Соответственно, если это не так, то вызов этой функции просто прервется. Ассорт стандартная функция в Rust. Если кто-то не знал, в общем случае она оборвет выполнение вашей программы целиком, то есть она выйдет из нее. В случае с Near ваше приложение будет запущено в ВАЗ-машине, поэтому выход из этого окружения не выключит Near протокол. Вовсе это просто оборвет выполнение этой конкретной функции. Запаникует. Что? Запаникует, да? Да. Но в рамках Near протокола это как раз нормальный способ сигнализировать о том, что изменения, совершенные в рамках этой функции, не нужно применять вовсе. Значит, все программы уходили. Да. То есть корректность выполнения этого кода ориентируется Near протокол. Что нам еще нужно сказать? Мы хотим, что это функция рейтинга другого пользователя, on behalf, от имени текучего пользователя, а именно в терминологии Near, это predecessor accounting, то есть тот, кто вызывал эту функцию. И что мы можем сказать еще? Мы можем сказать, что пусть текущий пользователь это предисессор. И тогда нам нужно сказать, что мы же не можем сами за себя голосовать. То есть как минимум current user должен не быть равен other user. Мы предотвращаем голосование за самого себя. В отчерк мы передаем условие, которое в случае, если оно true, то все успешно. Если false, то будет вызвано, то будет отказано вот это сообщение, которое справа, и программа обрвется. Что такое условие с выходом, получается, для нашего сценария? Если голосование успешно, то нам нужно здесь написать будет код, который update rating. обновляем рейтинг другого пользователя. Второе – это prevent повторное голосование. и prevent double rating. Это вот здесь нужно сделать, это assert, который нужен. Здесь у нас update. Здесь мы будем обновлять информацию про авторное голосование. Вот, допустим, это как-то так делается. И давайте сразу напишем getScore. И аналогия как-то примерно хочет держаться. Нам для того, чтобы получать score, нам mutable reference на self не нужен. Мы сейчас делаем дизайн наших интерфейсов, и это очень удобно коммуницировать через систему типа Rust, когда мы просто указывая тип референса контролируем эту ситуацию. В целом, это забота NER протокола, вот эти вот вспомогательные методы, которыми мы пользовались в прошлый раз. NER Bungent смотрит на эти подсказки, и это очень удачно сочетается по дизайну нам. getScore мы можем для любого юзера получить его score. Но нужно подумать... То есть score здесь не совсем... Давайте... Терминология не сошлась у нас чего-то. Голосуем и ставим оценку иму. Rate. Что будет? Make a vote. Это будет nice for. Когда это было больше про votes, нежели... Нежели про score. А score это у нас... Or... Давайте для простоты пока скажем, что это... Total votes. Это какое-нибудь большое число должно быть, потому что у 8 нам точно там не хватит. И количество раз, сколько голосовали за нас. Number. Так, выручь. Пока что так. И, скорее всего, нам нужно для каждого пользователя getOfSelf score, иметь scores, какую-то мы сможем брать по user ID наш score и возвращать его. При этом это может быть optional, потому что, если мы запросим информацию про пользу, для которого нет, мы должны просто сказать, что там ничего нет. Очень удачная, как бы, Абфальта в Rust позволяет нам очень просто-то все нарисовать. Как вы могли заметить, никакого селф.скорс у нас, как бы, пока что нет. Давайте мы по-другому пока с этим поступим. Мы скажем, что... А у нас есть хранилище. Вот мы... Я в начале сегодняшнего дня говорил, что у нас есть storage. И у нас есть storage.win. Мы можем читать из storage, используя некий ключ. Мы пока сюда ничего не пишем. Я сейчас просто примерно обрисую, как это работает, а потом будет чуть-чуть более понятно. Давайте посмотрим, что такое storage. Вот у меня есть метод это коломальное предложение, чтобы сделать вход в более считаемом. Это, наверное, как бы при импорте не с ДК, не забыть за это, потому что будет приятных ошибок. Не будет никаких кучей неприятных ошибок. Сначала импортировать его. Не нужно. И такое, можно его импортировать. Его не нужно импортировать, если мы обращаемся к нему по полному пути. Да. Да. Может быть, у меня идея, что можно не языка упортировать просто как не писать языка? Я предпочитаю быть явным, нежели вводить новую терминологию туда, куда ее не нужно вводить. Мы экономим четыре буквы и теряем в том, что люди читают потом этот год и удивляются. А что именно это за нерк? Откуда он взялся? Просто может быть много. В том числе. при этом у нас не так, это и монета, и протокол, и библиотека. Я предпочитаю так не поступать и никого не вводить в заблуждение. Я очень долго отстаиваю позицию того, что нужно быть явным, чтобы это читалось. Я открываю эту строчку и не смотрю ни выше, ни ниже кода. Я понимаю, о чем речь. Мне не нужно идти в начало файла и узнавать, что же именно хотел сказать автор. read key моему точнее storage read принимает ключ в набор byte и возвращает option вектор byte. Сейчас я посмотрю storage read вот считав некие байты. Что за байт? Ну, account ID это по большому счету прокат. Я смотрю последнюю версию SDK. переключусь. Account ID это структура. Это то, что как раз я говорил, что лучше предпочитать строго типизированные структуры, чтобы случайно к аккаунту не сложить, не знаю, бублики и не получить, что попало. Структура аккаунта ID строго типизированная, соответственно, проверяют, что аккаунт ID корректный. И эта структура имеет множество разных методов. В частности, она должна бы иметь drive from slice, это ей можно передать вектор байт, и она вернет или аккаунт ID, или ошибку, что он не сможет такой вектор байт преобразовать в аккаунт ID. невалидный аккаунт ID. Или есть еще try to weg, которая, собственно, сериализует аккаунт ID в байте. Мы можем даже по-другому немножко подступить. Мы можем ее использовать. У нас есть просто строка просто asref, то есть аккаунт ID можно всегда преобразовать в ampersand story ссылку на строку, а ampersand story всегда можно представить как байты. Соответственно, если мы скажем, что наш юзер это asref и у него скажем asbytes, то это будет наша возможность читать из сториджа нечто и получать на выходе raw score, raw on option, от век byte, что нам по большому счету не нужно. Если у нас такого аккаунта не было, мы читали из сториджа и ничего не нашли, то мы можем уже выходить из этой функции, уже возвращать нам. Соответственно, власти очень прикольная штука. Есть что-то с ним знак. Вместо того, чтобы читать, потом делать if там ну типа raw score optional. Let's score if let's keep raw score is raw score optional. если это raw score to score а иначе будем referring none. так вот вместо такой записи можно использовать match. Надо помнить, что мы просто пропишем здесь вопросительный знак. Мы получим на выходе век у8, а иначе наша функция и этот код выйдет из функции и вернет нам у нас тип возвращаем значение none или some of score. Соответственно, вместо вот этой большой простыни, вместо матча, вместо E-flat, без равенства это запишите. Мы это записываем в одну строчку, что raw score. И если мы дошли до этой строчки, вот в этой строчке мы гарантированно имеем запись из нашего хранилища из стори же. И теперь нам нужно, чтобы получить score, нам достаточно сделать try from vec. Это функция, которая представляется нам worst results и нам проснуть просто это будет score. И он здесь в принципе узнает, что нас интересует именно drive from vec в tick score. И после этого можно вернуть score. нам нужно на структуру поверить больше. Да, у нас технологически ничего конечно не подвеситься, поэтому действительно мы должны сделать дирайк детей. у нас реэкспортировано. Да, борщ реэкспортирован, поэтому мы борщ sterilize SDK небольшое отступление борщ. Я уже привык к этому названию, но вообще звучит безобавленные от русскоговорящих, потому что в нер достаточно много людей из постсоветского пространства русскоговорящих, поэтому в тот момент, когда мы решали, какое название дать бинарное, бинарный объект на чего-то там сериализации данных, мы подобрали такую комбинацию букв, чтобы это сошлось больше, это было достаточно весело. У нас там много таких есть бахалок на эту тему. Вот в этом месте мы возможно сделать так, что мы писали только один из быка. заимпортировать, но я хотел подчеркнуть, что мы это берем именно оттуда. В этой строке уже все было видно, куда мы это все взяли. комментарии имеют свойство устаревать. с фигурными скобками синтексис как в юзах не работает? Нет. В дираве не работает. Это отдельные, это просто вызов отдельных макросов по большому счету. Не юз. кроме этого, мы хотим это еще и возвращать, здесь return значение, поэтому нам по большому счету еще пригодится JSON цивилизация, поэтому мы сюда добавим еще и сразу можно вот доимпортировать, можно это все потом просто перечислять вот так, в общем, на вкус и цвет. вот сюда. То есть нам еще это сирилизовать. Это пока просто подготовительно, давайте пока, наверное, вообще зря я сюда прыгнул про сирилизацию, был хороший вопрос, но он, к сожалению, меня отвлек от того, зачем мы это все писали. Мы получаем спор вот таким образом из нашего спориджа. Давайте мы его туда же еще положим. Давайте для начала научимся складывать туда через сторидж, то есть сторидж write мы под именем, под ключом нашего имя пользователя other user будем укладывать наш score который try work ну он никогда не будет никогда не закончится ошибка, поэтому можем делать unwrap и жить дальше спокойно и нам наверное нужно показать first reference давайте сверим чтобы сверить мы идем просто в документацию мира с детей смотрим на storage write да и key и value это reference на massive byte то есть вот это у нас reference на massive byte и вот здесь нам дают вектор а мы из него делаем reference и получаем reference на massive byte это то как мы уложим score но у нас еще скоро нет сначала его какой-то создать давайте мы его назовем other user score здесь его тоже переименуем other user что осталось в storage или что только не storage он остался внизу это была реализация get score мне казалось что так на проекторе плохо видно да я думаю я сейчас буквально вот допишу и закомичу то есть score это будет пока что константная величина мы пока до механики не наберемся мы пока просто хотим проверить что-то примерно работает что-то компилируется и чтобы я мог закомитить total groups number groups без разницы вот есть у нас такой score мы его storage write сделаем наших ничего не возвращает но проверила вот штуки и все вот я вижу что вы копилы дел вот я не знаю какого с редактор но у меня когда он начинает писать имя он пытается искать хоро имя в ходе замещательно я предпочитаю руками я дольше буду тратить время на перебор всех вариантов которые мне предложил и мы хотим написать некий тестик что у нас плюс-минус все работает как мы бы ожидали вы могли сказать что у нас есть наш как мы называли ап мы создали ап и у ап мы делаем rate чтобы у него можно было вызвать функцию rate которая берет self-mute ampersand self-mute что нам нужно передать rate нам нужно передать other user vote вот таким вот образом я пишу есть много сокращений которые мы сможем потом использовать но я предпочитаю для полноты картины для всех расписывать это более подробно то есть roll.near unwrap и vote это просто будет 5 вот то есть кто-то пока что кто-то пока что мы не добрались до момента кто же это голосует но голосование идет за roll.near meeting который мы хотим поставить на пятерочку вот и ожидаем что когда мы получим get for для пользователя с лоточками мы увидим там спор мы увидим там сам matches угодная конструкция в раз возвращать truly false score с total votes 10 и number of votes 2 что мы положили и прочитали потом из storage наши ожидания вот примерно таковы попробуем сейчас это скомпилировать и запустить тест для этого нужно запускаем copy test он говорит scope not found in the score is not found in the scope это очевидно потому что мы находимся внутри модуля тест и когда он находится внутри модуля мы не видим то что выше в этом файле вне этого модуля нам нужно явно импортировать это дело а для этого мы используем use мы можем в принципе в рамках теста позволить себе заимпортировать все что экспортирует наш родитель вот таким вот use super двоеточие звездочка компилируем еще он говорит на десятой строчке score not found десятая строчка а компиляция происходит да да мы не отделаемся вот эти автоматизации которые они под капотом используют ожидают что борщ будет заимпортирован в этом в этом окружении поэтому давайте мы сразу вернемся наверное и сделаем импорт борщ 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 itself борщ сериал и вот это выглотан почему нужно прийти он он что он 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 не не понимал почему он говорит про from но здесь на самом деле он нужен try from и его нет тоже не очень странная ошибка и очень там нормально там есть try from а нет там я вспомнил там from строй когда он нормальную ошибку сейчас выдаст да он говорит вот обратите внимание просто нам раз подсказывает используйте стр from строй в тест заимпортируем from строй это трейд который позволяет который можете реализовать и все методы будут подчиняться такому поведению что аккаунт id можно создать из строй и возвращает он результат или аккаунт id или ошибки ошибки здесь не будет потому что мы явно видим что там все в порядке а вы можете еще раз показать а к с с с с с с с с вот и еще он говорит что я вот здесь вернул обратите внимание на как раз компилятор это все подсказывает нам что здесь произошла ошибка mismatch types вот ошибка он говорит вот здесь ожидался стд option option score потому что это тип возвращаемого значения однако на 33 строчке мы написали просто score ну return score ожидался option а вернули score и вот раз сам подсказывает help говорит возможно вы хотите просто обернуть это дело сам и он прав это правда то что мне нужно у меня здесь есть score но это возвращаю потенциально нан вот здесь я под упростым знаком уже вернул нан поэтому нужно вот такую штуку метод не найден трайф он век number of сейчас number of loads здесь остался последняя ошибка на 3 строчке он говорит почему-то нет у вектора drive from back сейчас мы посмотрим какой там нужен крейт заимпортировать поэтому это в другую сторону я обязательно покажу сейчас я сначала больше открою это все есть документация docs.rs и название крейта и вы попадаете раунд туда куда вы хотите try from slice я понял просто try from slice это рейт то есть он реализован для то есть я расскажу как это читается вот он реализован для вот этого множества типов в том числе то есть он реализован больше для u-size для f32 для всего-всего-всего и когда мы дописали вот здесь больше deserialize мы автоматически реализовали этот рейт try try from flies для любого вектора то есть обратите внимание raw score это вектор стандартный растовский вектор у него внезапно появился вот такой вот метод который умеет внезапно возвращать наш тип который мы только что добавили еще раз получили какую-то штуку потому что try from slice очевидно может завершиться с неудачей он означает result нам result не нужен мы скажем что если мы читали из сториджа а прочитали нечто что мы не можем обратно десерилизовать в score значит что у нас внутренние ошибки то есть это наша наша программа только могла оттуда писать и это странно что мы не можем оттуда прочитать значит что у нас invalid internal storage state and not read from the storage то есть это подозрительно но раз нас заставляет вот такие случаи тоже не подумать почему мы можем вот таким образом явно прокоммуницировать проблему нет метода track from slice found from structure dot to to случилось тоже есть такое ощущение что на векторе можно так это вернуть чтобы не было что было все-таки короче чем полная версия лично отлично что она скомпилировалась лично что она вот она мне немножко получилось ну давай еще раз да видите тест падает когда меняю значение то есть есть на проходят что не никогда не использовался 10 минут странные должен был более явно не хочу создавать по его стандартному конструктору я буду сюда использовать метод для того чтобы у нас был полный интерфейс нас тесты прошли я щас камень что да и 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 комитинг соответственно что у нас уже есть что работает у нас есть с собственно нам дает возможность понимать что то что мы только что написали но даже первом приближении отрабатывает на тех местах которые мы ожидали он будет работать здесь нужно учесть что мы по большому счету ничего не про инициализировали с ней разбить ей никакого окружения начального не задали поэтому вот этот вот предистор аккаунта и и он какой-то взялся конечно нам подошел для теста вопрос в чате подкажи как тестах можно тестировать от разных аккаунтов да вот как раз я об этом и говорю чтобы настроить вот различные окружения которые вы хотите протестировать чтобы был другой кризис аккаунта и чтобы полностью контролировать процесс про то чтобы мы строго задали все форные параметры проверяли из такого положения мы получаем ровно такой же так как мы ожидали поэтому мир из детей есть мать момента для того чтобы настроить вообще все окружение которое вам позволяет иметь нет протокол в документации вот здесь есть секция тестирования в ней раздеке ее юни тест здесь можно все прекрасно прочитать суть следующем что нужно подготовить контекст и потом внутри теста просто указывать как с каким контекстом мы будем работать его этот контекст даже можно мутировать потом особенно здесь следующее что эти тесты должны быть помечены как не вазам 32 потому что в рамках вазам 32 естественно мог версии не раз детей которые представляют интерфейсы к окружении не будут вам доступны поэтому чтобы тесты проходили успешно вот лучше еще убедитесь по умолчанию когда вы запускаете карга тест он и так у вас не будет вас на 32 но для полноты картины что мы делаем мы выстав тесты и носим тот же cfg тест только обернутый в дополнительную проверку на базу 32 чтобы мы не ломали сборку под каргет базу 32 когда мы будем собирать а финальный версию а была скопирована из мир из детей . ее сайта секция testing конечно с маленьким экраном будет тяжело то есть вот здесь вот слева есть секция теста него на проекторе очень плохо видно под секцией и там вот да я предпочитаю форматировать немножко другое чтобы у нас вначале были импорты и стандартные бюджетики потом импорты из внешних крейков и потом импорты наши локальные вот я в таком порядке все расставил а я сейчас тут немножко нужно поменять не обновленный пример на новую языке там все еще примеры третью версию поэтому небольшая модификация того что мы контролируем аккаунт который собственно это наш предисессор аккаунта и вот будет вот этим аккаунтом из view мы про это поговорим позже пусть будет пока что и теперь нам нужно наш контекст создать для этого мы вызовем нашу вспомогательную функцию и после этого используя аккаунт инсталлизировать контекст для дальнейшего использования и вот дальше код который мы сделали он остается неизменным и мы можем пока что пока мы находимся не волны 32 окружениями можно даже пользоваться обычными принтами чтобы вывести посмотреть что у нас current user это вот эта вот речь это вот эта вот речь вы можете еще раз вы можете показать то что в инсталиве есть по инсталиву сейчас секунду а как его зовут я перед принтом где перед принтом не написал я я вернулся в одну строчку принт принт current user и вывел коррекции да а здесь я сейчас хочу намеренно ставить пол чтобы упасть чтобы увидеть как видите бок точка не то есть если я потом я пойду вот сюда поменяю бок точками на бок 2 . еще раз тест вот это было неожиданно это крайне неожиданно что случилось секунду да я вижу я как раз поменял на бок точка так а да предсессор аккаунта и все таки нужно отдельно указывать да бок точка нет это сайнер аккаунта он не интересует в рамках этого теста поэтому наш предсессор предсессор мы его вставим под тест под два . все написано все в порядке это именно тот current user который мы хотим считать current user вот он меняется в соответствии с нашим желанием его поставить вот и теперь соответственно мы можем контролировать этот весь процесс мы можем делать следующее мы можем раз проголосовать мы понимаем что здесь даже не то что понимаем мы можем это даже явно прокоммуницировать без разницы какой вот здесь вот предсессор аккаунт один его даже можно там не устанавливать давайте мы будем смотреть прямо внутри теста мы скажем что наш контекст будет иметь продукт если срока он пройдет равный вот бок точка нет боку аточку потом второй раз перед тем как вызовем эту функцию мы скажем что это будет или с или стр точка нет басовать они будут оба за фрол точка нет ну я специально поставил assert false потому что я забыл как как тест заставить его выводить принты всегда давайте я на рамках потому что слишком много не мешает текста но kept да даже даже но capture даже 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 но это отлично что нам говорит expected struct string struct Интересно, то есть сюда у нас почему-то до сих пор еще поднимается этот стриминг. Не надо будет и этот вопрос поправить, потому что мы так и так. И теперь нельзя менять его. Интересно, секунду, я абсолютно уверен, что я могу менять контекст. Я его меняю, а я уклон делаю. Меняю и теснен применяю, меняю и теснен применяю. Хорошо. Тогда я буду делать вот так. Теперь могу убрать assertFault, но не только занимать место. Вот, прекрасно. Теперь мы видим, что мы дважды вызывали, давайте для наклядности, rate номер один вот здесь вызывается, и rate номер два вызывается вот здесь. Ретесты явно показывают, что при вызове rate номер один у нас current user был BOP2, а во втором случае LST3. То есть протестировать мы смогли, у нас оно отрабатывает пока что так, как мы ожидаем. Но рейтинг у нас пока что не считается. То есть сейчас мы в storage что-то пишем и в storage что-то читаем. Но то, что чтение у нас в принципе правильное. То, что лежит в storage, то и отдали. Вот. Проблема у нас с записью. Мы вообще не обновляем, мы просто контент туда шпарим и все. Что мы можем сказать? Ну давайте мы будем запрашивать getScore для other user. Следующее значение у нас там вот, которое мы хотели получить. И при этом можно сказать, давайте мы скажем, что unwrap or default. Если у нас getScore возвращает none, мы хотим какое-то значение по умолчанию просто этому score поставить. И оттуда уже двигаться, чтобы у нас в previous score был именно score, а не options score. Для этого, естественно, нам нужно для score добавить какое-то дефолтное значение. Давайте мы будем писать, что 0,0 это в принципе дефолтное значение. А значит, нам подойдет стандартная реализация дефолта из Rust. Если вы просто дописываете writeDefault, у вашей структуры появляется метод default, который возвращает структуру с полями, в которой каждое поле инициализировано значением по умолчанию. Если вы это не пропишете, естественно, дефолта не будет. И, возможно, это тоже имеет смысл в зависимости от ситуации. Например, что такое default vote? Ну, как бы, видите, вот для этого типа не имеет смысла иметь значение по умолчанию. Ну, вот если мы будем реализовывать его как строго типизированный тип. То есть раз позволяет нам очень тонко управлять этим всем процессом. Либо самому написать реализацию дефолта, если нам не устраивает просто значение 0,0. Допустим, нас устраивает. Допустим, мы хотим в total vote записывать значение, которое было в previous. то значение, которое нам передали, от единицы до пяти. Вот мы его проверили. Мы его просто прибавим к общему числу vote. А previous for number of codes прибавим единичку. То есть на один голос больше. И это значение запишется в rich. Теперь у нас get for никак не поменялся. Мы его реализовали. Он прекрасно у нас работает. У нас ухудет тест. Потому что в тесте написано, что мы голосуем, что Asus слушайте. Он вообще не упадет. Потому что я так сорвала, что на два раза голосуем. И получается number of codes 2. И total vote 10 будет. Потому что я два раза проголосовал по 5. Да. Rust, как всегда, на страже всего и вся. Он говорит, не могу складывать unsigned 64-битный тип с unsigned 80. И это вообще прекрасно. Почему прекрасно? Потому что это уберегло нас уже от ошибки только что. потому что потенциально при сложении или при увеличении мы могли превысить тип, ну, в какой-то перспективе 2 в 64 степени. Ну, не скоро, конечно. Вы понимаете. Но, тем не менее. Что мы можем сделать? Мы можем просто вызвать 64 from. И у него есть реализация from U8. То есть, из unsigned, из просто байта мы всегда можем расширить его до большего числа. Это не проблема. Вот. Можно даже короче это записать. И пусть раз сам узнает, какой тип там нужно успаковываться. Просто vote.into. И он будет сам знать, что это int нужно в 64-битный тип. Я предпочитаю, особенно в рамках таких проектов, быть яудным. То есть, я вот говорю, что здесь я хочу U64. Если в следующей итерации мы поменяем на это U32, например, компилятор нас остановит, скажет, вот смотрите, вот U32 мы пытаемся сложить с U64, не получает. А еще проблема здесь, может быть, это то, что, ну, как говорю, переполнение может произойти. И вот обычный плюс, он как бы, ну, благодаря вот тому, что я вначале сам обратил ваше внимание, что в Cargo.tomal мы включаем вот эту вот overflow text true, то нас это как раз спасет. В случае переполнения типа U64 у нас будет аварийная остановка нашего приложения. Но еще лучше, если мы это прям явно прокоммуницируем, и в Rust есть такая замечательная штука, как разные модели поведения при сложении типов. Если мы посмотрим оператор сложения, вот, у типов определено как сложение, так и более интересные... Подправим любой тип, без разницы. Где-то рядом должен быть checked. Вот такая история, что если мы к максимальному значению минус 2 добавляем единицу, то все замечательно. получаем в результате ответ, который мы ожидаем, максимальное значение минус 1. Но если мы к максимальному значению минус 2 добавим кройку, то у нас результат этой функции будет нам, то есть мы не можем такую операцию совершить. Это наша проверка будет. По умолчанию используется, ну, вот, в релиз-режиме, в дебаг-режиме как раз используется, вот, считайте, когда вы пишете просто плюс, знак плюс в Rust коде, в дебаг-режиме используется checked add практически. checked add и сразу же unwrap. Вот. А в релиз-режиме используется unchecked add, который просто берет, просто складывает и, возможно, переполнение, а может быть не переполнение, зависит от платформы. Поэтому тут вот все остается за это вот. Та самая undefined behavior для разных типов. Вы можете получить очень неожиданный результат. поэтому особенно в финансово-критических приложениях нужно стараться обходить стороной арифметические операции с переполнением, потому что вы можете потом очень долго развлекаться. Есть явные методы overflowing add, то есть вот явно хочу, чтобы вот оно переполнилось и выдало мне результат нового числа и слага, произошло ли переполнение. Вот. В общем, много разных есть методов. Мой любимый вообще search rating add, это вообще прекрасный метод. Если мы прибавляем к U64 максимум значение, да, какое-то еще число, 100, 200, ну, больше, чем максимум, туда не поместится, чем 2 в 64, 2 в 64 минус 1. А результат вызова search rating add никуда не, то есть он не переполнится, он просто вот укрется в верхний потолок и будет в этом верхнем потолке все время находиться. Вот. Что нам лучше всего подходит в контексте вот такого голосования. Вот представьте, мы голосуем за кого-то и у него переполняется его, его вот эта сумма голосов. Обнудренные эмоции. Прекрасный выход, да. Зачем ты, как бы, все, пора на пенсию, да. Начинаю сначала. Обнулить рейтинг неприкольно. Ну, не знаю, я считаю, неприкольно. Search rating add, то есть упереться в верхний потолок и увеличивать при этом количество голосов, чревато тем, что мы будем уменьшать рейтинг. Тоже не очень прикольно. Поэтому... Государственную награду еще. Государственную награду еще. Да-да-да, по-любому. Восьмидесятый лавер до пенсии. Я внулить при этом видео. 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 Держи медальку. Даже сам. Вот. Я считаю, что самый удачный способ это здесь провести checked add, то есть с проверкой. Складываем к тому значению, которое у нас есть. И в случае, если мы превысили, мы просто выйдем и рейтинг не обновим. Просто сообщим пользователям. The user has reached the max forward. И аналогично поступим checked add. Вот здесь. Хотя, ну, по большому счету, мы как бы знаем, что если не припомнилось это значение, то очень мало... То есть все голосовые единички будут всю жизнь. Я думаю, к тому времени этот человек уже будет на социальном дне. Все равно ему уже ничего не поможет. И все равно вот этот checked add первым сработает на total votes. Но раз нам позволяет такой механизм использовать, я предпочитаю всегда быть на... Это, кстати, у нас получается общее количество рейтинга будет в полиции. То есть, условно говоря, если кому-то рейтинг будет превышен, у него станет средний по тому же самому уровню. А за счет вычитания пежит рейтинга происходит, то есть у нас в системе рейтинг станет меньше. Значит, этот тип никогда не должен быть превышен. То есть здесь нужно использовать такое значение, которое... Да, например, согласование должно быть. И остается все так и есть. Ну, я не смогу согласовать за великого, хорошего, святого человека. Да, да. Он и так... Просто отмени голосование. Ну, в общем, здесь как бы нужно провести предварительный анализ. Сколько за 100 лет у человека может в худшем случае, если все люди на планете будут только за него голосовать каждый день, сколько у него будет голосов и выбрать соответствующим образом тип данных, который вместит это значение. Я считаю, что там 256 точно платит. Вот. В следующий раз, затем, потом мы берем эту эфи-эфи-эфи-эфи-эфи. А вот, так же, они должны получить какие-то выводы, возможности. Если мы вообще... ...вык амби-эфи-эфи-эфи-эфи-эфи-эфи-эфи-эфи-эфи, если что я не понял вопрос кто-то понял но это можно мы сейчас рассматриваем реализовать можно что угодно сейчас мы просто я пытаюсь какие-то я сейчас рассматриваю техническую сторону реализации вопросов вот как мы приняли решение мы реализуем простую версию мы сейчас не рассуждаем о дизайне возможных подходах к реализации там ли они пожалуйста на самом деле же так можно сделать у мира есть речи и функции рейтинг конечно и конечно может и тысяч в этот момент один и я я потому что это отдельный диалог то есть это можно еще раза три встретиться обсудить а может даже я должен даже нет видов пока мы обсудили дизайн вот в тот момент нам лет обсудите какую-то там где я в рамках сегодняшней нашей встречи решил ограничиться более простым подходом вот не так много кода мы его весь понимаем и легко читаем вот и я не хочу систему переусложнять но я хочу на этой на примере этого очень простого механизм показать все подводные камни на что нужно обратить внимание а дальше абсолютно до домашнее задание вы можете экспериментировать и применять эти подходы в любой любых комбинациях любых контрактов любых там приложений на ней и тому подобные вещи да обязательно только мой копирайт туда не ставьте пожалуйста так get score на двадцать первой строчке я конечно же подречился зачем ты не отдаешь владение мне и посмотреть что я не понял подожди get score а это я вот здесь вот здесь тоже зачем мне other users, там целиком и полностью мне достаточно посмотреть, тесты поправлю, рейтинг вот этого, вот этого, 16 стиха, отлично, давайте перепроверим, что давайте мы уберем второе голосование, и у нас бы должно упасть тест, да, к сожалению, он не показывает нормальную информацию, ну, как я сейчас assert matches, есть чисто для тестов, нам удобнее будет вот такой вот. Ну, я хочу более красивый постовый вот сделать, есть крейт в Rust, ну, его development нужен, я добавил, только для тестов нужен вот этот вот, develop dependencies. Тут какие-то с кавычками, короче, с колоконей не брал, не почистил. Я просто хочу, чтобы нам тест показывал более красивую информацию. score cannot be formatted using, да, мы не реализовали debug для нашего score, что, в принципе, чаще всего полезная штука, чтобы мы его могли принтовать, а в случае, вот сейчас мы, я подключил крейт, ему, чтобы что-то напечатать красиво, нужно показывать, вот он говорит assertion failed, some score, total votes 5, и number of score 1 не does not match значению 10, 2 тому, которое я вписывал в тесте. Я вообще ожидал, что он более красиво напечатает, но бог с ним. Что это нам говорит? Нам говорит, что если мы не голосовали второй раз, то у нас там рейтинг. Давайте мы просто расставим, теперь правильно assertion. После первого голосования его рейтинг должен быть вот таким. Перед первым голосованием рейтинг get score должен быть вообще none, нет такого пользователя. И после второго голосования должно быть 10, 2. Давайте мы хотя бы четверочку ставим, потому что было 9, 2. Пробуем запустить, частость должна пройти. Прекрасно, я это закомичу, чтобы сейчас было возможно, в третьем году. Хорошо. 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 ist worker, и на этом понедельце, Хорошо. Продолжение следует... Пока что у нас есть такой happy path, так называемый, что у нас все успешно, все работает, но у нас нет защиты от повторного голосования, у нас достаточно спорная реализация в том, какой рейтинг мы общий считаем для пользователя. Мы не учитываем, кто голосовал, то есть его вес голосующего никак не применяется. Это все на домашнее задание пока, наверное, оставим. По крайней мере, на данном этапе я бы хотел переключиться на то, чтобы мы попробовали сейчас. Сейчас я думаю, как это лучше сделать. Ну да, наверное, чтобы мы попробовали сейчас повзаимодействовать с этой штукой. То есть вот сейчас у нас есть тесты, они работают прекрасно локально. Единственное, что, конечно же, стоит дописать тестов, которые бы проверяли, что действительно вот эти условия у нас корректно написаны. Print.ly нужно отсюда убрать тоже. убедиться, что, ну, хотя бы те проверки, которые мы уже реализовали, что они работают корректно, соответственно, написать пару тестиков вполне имеет смысл. Но мы, я думаю, не будем на это тратить сейчас время. Вместо этого я предлагаю сделать билд, таргет вазм32.0, но он в ревиз. Пока он билдит, я расскажу, что мы вообще хотим сейчас достичь. Мы получим сейчас вазм модуль. Вазм модуль – это такая штука, которую, в принципе, потенциально можно запускать, в том числе в браузере. Вообще, изначально вазм был предназначен для такого способа расширения возможностей браузера тем, чтобы писать код не на джаваскрипте, а на каком-то компилируемом языке. TypeVode никогда не используется. А, ну да, конечно же, я же хочу, чтобы вообще забыл сделать. У нас вот эта штука, чтобы она работала внутри нейрокосистемы. Нужно немножко магии туда добавить, и чтобы ее вручную написать, мы должны вот такие структуру записать. Сказать, что это у нас дефолт, ну, больше сериала здесь сериала источник нужен. Опять он их со своим дефолтом. Ну, он все равно типы хочет. Он будет использовать борщ. Это немножко другая магия, про которую мы сейчас не будем говорить. Чуть-чуть позже про нее, может, еще успеем сегодня поговорить. Я расскажу, почему здесь нужен борщ. Давай, не царелась. Разумеется, реализуем. Дефолт. Дефолт. Зачем ему нужен дефолт? Дефолт. Как с тобой? Пусть будет... Пусть будет паникный дефолт. Если кто-то вызывает наш метод, рейт, до того, как мы инициализировали наше приложение, это нехорошо. Мы должны обязать того, кто публикует наше приложение, вызвать нью, и только после этого шоу будет начинаться. Я бы сказал, это достаточно спорное решение дизайна. Опять у нас вылез откуда-то. Скорее, прости, не могу посмотреть, сколько места. Зачем же, что это значит? У меня интуиция как-то вообще меня подводит в этом вопросе. Не могу я понять, где ему пригождается циклайз. Ну, вот мы собрали. Мы в папке TargetVasome32 в релизе должны увидеть SocialRatingVasomeFile. Он у нас 320 килобайт. Я вот здесь вот вижу. И это тот файл, который мы, собственно, публикуем в Near Protocol под своим аккаунтом, с которым, соответственно, потом на этом аккаунте можно вызывать будут методы. И методы, если это ограничение по размеру. Ограничений как таковых нет. Просто, когда вы что-то публикуете, у вас на аккаунте блокируется определенная сумма Near, которая вот залоговая. Если вы удалите аккаунт, удалятся все ваши данные, ваши эти токены вернутся. Сейчас я прочитаю, что там был комментарий. А, еще я забыл здесь имя. Вот. То есть, чем больше контракт, чем больше вот этот вот файл, чем больше вы пишете StorageWrite и StorageWrite, это все одно и то же. Все это Storage, все это хранилище. За каждый байт определенная сумма Near токенов блокируется на вашем аккаунте. Она не списывается, она не тратится. Когда вы удалите аккаунт, эта сумма вернется, и вы сможете, ну, то есть ее можно переслать в другой аккаунт. Или если вы удалите код, удалите часть данных из Storage, эта сумма разблокируется, и у вас на аккаунте будет больше токенов. А вопрос, я имею в виду, они к валидаторам, что ли, эти токены выплачиваются? Или это как за лох? Никому не выплачиваются. Они как за лох. Они идут как бы... Обеспечением ресурсов. Да, это... Они как бы находятся... Можно считать, что Storage, вот эта оплата за хранилище, это плата за жесткий диск, который, да, валидаторы себе установят, чтобы хранить это состояние. Соответственно, когда вы удалите ваши данные с Storage, это место освободится, эта часть диска будет доступна кому-то другому. То есть идея в том, что диск мы покупаем единоразово, это не что такое, но постоянно в съеме, в rental находится, поэтому мы пришли к такой модели, то, что ладно, мы заблокируем, чтобы обеспечить всех вализаторов возможностью купить достаточное количество дисков. Если кто-то удаляет, соответственно, место освобождается, и платить прямо за это не нужно. Нужно хотя бы заблокировать, чтобы это не бесплатно было, не росло в безразмерном объеме. Нет, я имею в виду, что как бы... что платят, что по идее нужно эти НИРы вывести в валюту их, и на эти деньги купить себе диск. Они же не платят. Ну, смотри, это как депозит беспроцентный. Скорее всего, доля каждого участника НИРа в этом диске, который вообще считан от того, что этот диск общий для всех. и каждый другой участник НИРа в этом диске и, соответственно, тот факт, который... И не классно. Классно. Очень много. Это ты писал, что у тебя не компилируется, да? Да, возможно, сериалайс не... Да. А нет, но у меня все еще пишут, что они могут найти, что они точно приятные. Ну, в общем, сериалайс там должен быть точно. Ну, можешь с Мэйна сейчас постануть, я сейчас закоммичу и попробовать. Как я не пойму, у нас вроде бы еще такой строчки не было, потому что у нас не было. У нас не было такой шутки, да, потому что у нас сразу... Какой строчки тоже не было? Какой строчки не было? Строчки кода? А, где есть? Ну, я ее еще не закоммитил. А, все, я понял. Это только что записал. Спасибо. Закоммитил. Все, буквально, добавил пару мест нет, банджин, и ник, и пачку дирайвов на нашу структуру app. Пока что воспринимают что-то где-то магия, что-то где-то, в принципе, понятно, с RDA. То есть это просто расширение возможностей нашей структуры. Добавили множество методов. Пока что можно принять на веру. Где-то я надеюсь, мы еще устроим пару слов, что-то по поводу. А, если ты пишешь, что мы можем идти вводом Мэйчис. А мы что же можем включить? Мэйчис? А, я... Это Мэйч. Ну, он должен быть наход... Должен находиться в... Cargatomal Dependencies. Ты, если не стянул... Я же... Cargatomal Dependencies. В GT все правильно. Там есть уже Dependencies написано. Вот, смотрим, Dependencies есть. There Dependencies. Так. 0.1.9. Соответственно, следующее, что мы будем делать, это... Мы будем работать с Тестнетом. Открываю экспорт Тестнета. Я вспоминаю, какой у меня лист аккаунт. Нам надо быть сейчас в ютубисты. Да. У меня есть аккаунт в Roll9, например. Наверное, туда это все... А, вот у меня есть в RollWorks. Точно. Я что-то создал новый аккаунт. Я сейчас туда... Если на этом аккаунте уже находится какой-то контракт, туда можно добавлять еще? Нет, он перетрет. А стоит, останется. Поэтому нам, пожалуй, не очень это подходит. Я лучше создам новый аккаунт. Для этого... И, в принципе, всем пригодится. Для этого просто мы идем на Wallet. Тестнет.near.org. Крит аккаунт. Ну, по-принципу, пусть будет здесь. Что-то, Денда, кто-то покажешь. Номер, ну, аккаунт спутируешь. Ну, не RCLI, раз, нет, два. Я хочу создать... Вообще, ну да, я бы мог создать под аккаунт от своего ForAll Workshop. 20-21-то snap. В принципе... Сейчас я думаю. Да, правильно отмечают в чате, что можно было сам аккаунт бы создать. Но давайте я просто, чтобы на видео это было, я пройду вот то, как новый пользователь бы себе создавал аккаунт. Еще раз, как я называл, control workshop. 21-2. Точка-красно. А, он точка-красно сам добавляет. Я говорю, хочу, да. Хочу secure passphrase или email или phone. В принципе... Нет, на email не хочу. Сейчас мне еще email будут приходить, потом открывать email. Вот, наверное, мой passphrase. Ее я должен не потерять. А еще. Для testnet это вот такой способ, в принципе, у passphrase еще куда не шло, но на email не советую просто так вот в файлах хранить. Точнее, в каких-то файлах хранить нужно, понятно, но лучше это делать в каких-то безопасных хранилищах. Для testnet, когда вы просто экспериментируете, эти токены ничего не значат. В принципе, вы можете себе позволить пересоздавать аккаунты без шаблеров. Извините. Вот есть у нас... У меня есть аккаунт. Теперь я через mearch.cline залогинюсь, testnet. Это мне открылся метод-браузер. Я сейчас скопирую ссылку. Нужный мне браузер. Он меня предупреждает, что это будет логинить сейчас приложение, которое он не знает, и мы даем полный доступ к этому аккаунту. Да, это то, что мы сейчас хотим. Но будьте осторожны в следующем. Что значит, что это неизвестное приложение? Это мерси лай, то есть по большому счету он не знает, кто это. Если это приходит через refer из другого сайта, когда ты пишешь приложение в вебе и нажимаешь логин with wallet, он здесь может подставить по refer какую-то полезную информацию и все-таки подсказать, что это приложение, там, red packet, или приложение, такое-то. Я уже забыл. For all workshop. Садим два. Testnet. Жидаем. И обращаю наше внимание, что да, а мне там еще версии интересные, здесь локальные, где-то должно было бы сработать определенная магия, но не сработало, ничего страшного. Здесь вот в идеале он не должен спрашивать второй раз. Не то, что второй раз. Еще нужно еще раз ввести свой аккаунт ID, потому что CLI понятия не имеет, что произошло в браузере, поэтому в CLI нужно подсказать, что мы здесь workshop 1.2.testnet. Это тот аккаунт, через который мы залогимились только что в wallet. Успешно все получилось. Он говорит, что я сохранил эти данные вот в такой директории. Публичный ключ вот такой-то. Все успешно. Всем спасибо, все свободны. И теперь я могу пользоваться и создавать разные запросы от имени этого пользователя. Давайте мы сразу пойдем на Explorer. Я надеюсь, здесь будет более понятно тогда, что происходит. Вот мой аккаунт. Я его создал только что через wallet. После этого, когда я логинился через CLI, я добавил еще один ключ. Это ключ добавлен wallet. Это мой recovery ключ. Вот эти все операции, которые совершались с этим аккаунтом, они все видны. Это специфика блокчейна. Все данные открыты, но если вы применяете криптографию, соответственно, что конкретно там происходит, вы не обязательно знаете. То есть операции вы видите, но если это вызов каких-то функций и методов, которые оперируют какими-то алгоритмами, типа Zero Knowledge, если данные никогда не были в открытом виде, ни на каком этапе, кроме как у отправителя и получателя, на блокчейне их будет видно, но смысла с них вы не сможете получить. Но такие системы достаточно сложно задизайнить. Просто знайте, что если вы захотите хорошо так разобраться, то вот это направление Zero Knowledge, то прям будущее-будущее, которое где-то уже наступает, наступило, но все еще не очень удобно для использования и все еще требует преданное исследование в плане, как это сделать доступно и понятно до конечного поля. А мы возвращаемся к тому, что мы добавляем наш контракт, который мы только что написали. То есть приложение, которое мы пишем, организовываются контракты. Да, я хочу добавить контракт, да, я хочу это делать просто. CLI позволяет делать в том числе и сложные вещи, но нам сегодня ничего сложного не нужно. Мы работаем с Теснетом. Аккаунт, куда я хочу положить контракт. Давайте, кстати, пожалуй, что мы можем сделать. Давайте мы сразу создадим под аккаунт. Вместо того, чтобы публиковать код прямо на текущий аккаунт, я сделаю socialrating.throwall-workshop2.testnet. Для этого мы можем это сделать через CLI. Да, я хочу все еще по простому пути пойти. Теснет. Я хочу сразу же добавить полный доступ к этому аккаунту. сгидрировать. Пусть он сам этим всем занимается. Я туда положу... Нет, не все нет токены. Я туда положу... Допустим, будет... 20 мер. Я буду использовать китчейн. Это вот папочка на диске. Это небезопасно, но мы работаем над тем, чтобы сделать использование системных китчейнов в NRC-Line. Он нас не подводит. NRC-Line нас всегда выручит и сначала покажет, что он собирается совершить, какое действие. А он собирается совершить действие создания аккаунта, вот такого, добавления туда ключа и туда переместить 20 мер с моего текущего аккаунта. В блокчейне ничего не появляется ниоткуда. Эти 20 мер уйдут с моего owner аккаунта и перейдут на social rating V1 аккаунт. Он села и меня спрашивает, вы хотите отправить этот вопрос или хотите просто показать это для отладки, вы можете, или для оффлайн-режима, он используется. Мы идем по сконферам, все время enter, enter, enter. Прекрасно, он говорит, отправляю транзакцию. Мы уже получили ответ. Вот, все успешно, все хорошо. Обращаю ваше внимание, что неерселайщий умеет такую штуку. Всю команду, которую мы только что вручную проводили, он умеет представить как полную команду, которую вы бы могли ввести из командной строки. И чтобы повторить ту же самую команду, которую мы только что прошли через запросник, соответственно, вы можете легко добавлять это в скрипты или еще куда-нибудь, где эти значения или аккаунты будут просто поднимать. Тем временем, если мы гонемся на страницу Explorer, мы увидим, что появилась вот транзакция, что создался новый аккаунт. Туда ушли 20 нир, на этом аккаунте 20 нир меньше. Это все тестовые токены, поэтому это вообще пока не о чем здесь переживать и вот это все. Вот мы перешли на этот более длинный аккаунт, и мы готовы туда публиковать нашу версию. Опять неерселай. Добавляем контракт. Да, простой способ. Датаснет. Social. Rating. V1. Pro. Workshop. Синьба. Теснет. То, куда я буду публиковать файл контракта. Где путь к контракту. Путь к контракту. Это наш Вазм файл. Путь к карте Вазм. Реиз. Ставь социал рейтинг. Давайте мы его на всякий случай еще раз сделаем. Ванда была. Открыть. Путь к карте. Путь к карте. Путь к карте. Прекрасно. Он спрашивает, вы хотите инициализировать. Да, я хочу инициализировать как раз мой new метод. Неких он параметров не принимает. По умолчанию ему хватит даже меньше, чем 100 терагаз. Точно 100 терагаз хватит. Мы никаких токенов туда дополнительных не привлекаем. 100 терагаз это газ используется в блокчейне для того, чтобы ограничить выполнение программы определенным количеством ресурсов, которые нам будут выполняться. А если ввести какие-то токены? Это значит, что мы на тот аккаунт переведем токены и все. И они там останутся. Соответственно, с нашим кодом, который мы написали. Это как бы за заплату за хранение? Нет, это токены, которые можно в рамках вызова функций еще оперировать тем, что… Тестовые, да? Нет, это не тестовые токены. Это токены, которые вы можете прикрепить к вызову функции. Например, вы можете реализовать метод, который будет говорить, положи на мой депозит вот те токены, которые я прикреплю к вызову функции, чтобы потом что-то с этими токенами будет делать. То есть это будут мои токены у тебя в контракте. Например, в том контракте, куда ты отправляешь вызов функции. То, куда совершается… Давайте сейчас пример какой-то более человеческий придумаем. О, отличный пример. Есть вот эти вот биржи или marketplace. Площадки продажные, да, то есть где продажа осуществляется, и их реализуют вот такими же приложениями на НИР. И у них есть метод «Купить лот». Вот. Чтобы купить лот, есть там вот экспонаты, которые доступны к покупке. Вы говорите, я хочу купить лот номер 10, у меня есть… и я даю 10 нейр токенов. Что такое? Я даю 10 нейр токенов. Так, вызову функции buy, прикрепляется в аргумент, и говорится лот 10, а в депозит функции указывается там 20 нейр токенов. То есть 10 нейр токенов. Тогда внутри функции buy, лот, мы проверяем, что лот стоит 10, например. Пользователь у меня прикрепил не меньше, чем 10, или ровно 10, там, ну, как бы, ну, дают больше, бери, чего, как бы. То есть сколько-то прикреплено к вызову функции, не меньше, как минимум, чем установленная цена. И в соответствии с этим обрабатывается функция. То есть в данном случае это цена за вызов сторонним человеком контракта? Ну, вот это не цена за вызов контракта, это цена за… Доказательство наличия денег достаточно для оплаты. Это прямо оплата, это не доказательство, это прямо оплата. Ну, это просто как… Я хочу купить, и ты сразу… То есть это вот, я хочу купить, и купюру даешь. Вот, вот, я хочу купить, это вызов функции. Ну, в данном случае ты владелец этого контракта. В данном случае тут ноль должен стоять, и все. Я там никакой механики на тему прикрепленных токенов не реализовывал. Рейтинг сейчас у нас никак не… Можем сейчас попробовать что-то изобразить, чтобы хотя бы… То, что время этого, и цену 20 дней. В данном случае, если функция этого требует. Да. Все. А то, что мы до этого уже 20 дней… Это не связано. Это не за то, это заместо на этом столе. А, нет. 20 дней токенов это было для создания аккаунта. Это новый аккаунт мы создавали, мы тот аккаунт, мы должны были его заспансировать. Это не фиксировано? Нет. Нет, я придумал. Или это мы с тобой решили? Тут есть минимальная стоимость, минимальная сумма, которая должна быть на аккаунте, которая бы покрывала его хранилище. Это на данный момент 0.01.82 нир. Это там, ну, меньше доллара, если на майнете это делать. Меньше центов в долларе. Это, сейчас скажу, когда что-то хранится на блокчейне, за это мы платим, как я уже говорил. И вот это что-то, когда мы создаем новый аккаунт, это имя аккаунта, его текущий баланс, его текущий ключ. То есть это сколько-то байт все равно уже хранится в блокчейне. И вот это нужно, вот эти 182 байта, нужно покрыть токенами. То есть я мог туда отправить... Просто меня ценообразование интересует. Почему 20? У меня было больше. Я сейчас собираюсь опубликовать туда... Почему не один там? Да, хорошо. Я туда сейчас собираюсь опубликовать 320 килобайт контракта. Я их должен буду покрыть. А, все, понятно. Ну, вообще... Это займет там 0,3 нет. Это просто с запасом, сумма с запасом. Да, я кинул с запасом, чтобы вообще у нас сейчас не стало никаких вопросов. То есть в данном случае цена зависит от размера хранилища, которое нам нужно. А там существуют калькуляторы некоторые, да? Которые постоянно проживают, что это делают. Да. Ну, то есть там, ну вот, на Волит можно посмотреть более подробную информацию, что зарезерировано под Storage, что сам Волит рекомендует как резерв под выполнение транзакций и, соответственно, высчитывать, сколько оно примерно доступно на этом аккаунте для того, чтобы просто перевести куда-то дальше. В данный момент это 19,9, там, 94. Ну, это... Вот это число, это вообще константа. То есть это просто такая рекомендация. Минимум вот столько и меньше, чтобы, ну, на всякий случай можно было точно отправить контакт. В общем, по-моему, как-то так. Отправляем я... Что это мы делали? Это мы новый контракт публиковали. Обращаю ваше внимание, пока мы не публиковали. Здесь вот сейчас на странице social rating B1. Это просто аккаунт. У него есть 0 транзакций, которые он совершал, и 1 транзакция, которую он получил. Кто-то вызвал его. Вот когда его создавали, это, ну, транзакция, которую вызвали на этом аккаунте. И сейчас, когда он будет публиковать свой контракт на свой же аккаунт, то есть от имени этого аккаунта будет сейчас создана транзакция в сеть NER, и туда будет код, вас в модуль. Да, я хочу все в образ Тону. Вот мы можем... Нерсилай нас опять вручает, говорит, что... Вот, смотрите, транзакция... Транзакция – это запрос. Запрос в сеть. Пожалуйста, сделайте следующее. Я social rating B1, который владею таким-то ключом, тра-та-та-та-та-та-та-та. Ну, вот как заявление пишем, да? И использующий вот такой-то порядковый номер этого вызова, тра-та-та-та-та-та, хочу или обращаюсь к вот этому вот аккаунту, тра-та-та-та-та-та-та-та-та, к себе же. в момент времени который прошел вот я его использую как метку времени такой-то блок хочу выполнить следующие действия опубликовать контракт и вызвать функцию с методом метод new или функцию new аргументы здесь вот не очень очевидно что это фигурные скобочки просто джессон формате это байты вот такие аргументы в байтах ограничение на то сколько я готов потратить ресурсов столько больше потратите больше будет комиссия за выполнение этой транзакции не потратите столько там вот прям столько сколько здесь указали вам вернут свыше но вот если больше будете пытаться вдруг использовать то у вас система просто остановит позволит вам больше выполнить дальше можно будет увеличить да и депозит который мы хотим вот на new new нас не так не используют некий депозит не ожидает от создателя контракта никаких дополнительных вложений депозит 0 спрашивает хотите продолжить да хочу и пожалуйста сделайте чем магию за меня транзакция отправлена все успешно замечательно смотрим на наш аккаунт мы видим следующую картинку появилась вот такая вот best transaction она произошла 15 назад вот такой контракт был добавлен вызван new можно подробности здесь нажать и еще подробности увидеть и появился такое вот такая секция про контракт что он последний раз обновлялся вот тогда то с вот это его транзакциям обновился момент сумма этого контрольная сумма что вот вот ровно такой версии вот он здесь вы его можете там ну это уже совсем другая история как что с этим кодом можно делать и по-хорошему это уже организационные меры чтобы можно было связать исходный код с нашим контрактом замечательно у нас есть там вот сейчас и и теперь мы можем использовать совершенно любые инструменты как я уже рассказал на прошлой встрече будь то веб-браузер мобильное приложение я могу написать приложение артем может написать приложение ребята у нас вообще не в харькове могут написать сейчас приложение и они будут абсолютно честно взаимодействовать с одним и тем же кодом с одним и тем же контрактом независимо друг от друга мы не мы никак не не должны нам не нужно знать никаких прав доступа в базу данных вот если вспоминать вот модель угрозы которые описывал что а давайте у нас будет админка который который кто-то будет администрировать так вот и и нет никакой админки вот то что мы написали только вот эти методы у нас сейчас есть никакого админа в системе не существует у нас существует только пользователи и у них по умолчанию мы написали что нулевой рейтинг и они могут голосовать за тех пользователей в сети на равных правах все что мы написали и это мы можем писать это наш универсальный интерфейс и пиай так называемый глобальный глобал и 5 мы действуем с ним можем из консоли свой приложение с мобильного приложения вот я попробую сейчас со своего компьютера вы можете выбрать со своего компьютера если вот мы будем вызывать вызовом функцию вызов давайте мы попросим нашим ассортал брейки он говорит что там нет куда слышал рейтинг иван я забыл вызовом функцию функцию сейчас буду вызывать и буду передавать у него из фор мы используем gson по большому счету это не ограничение мир как протокол принимает удалить любой набор байк мир из детей который который мы пользуемся который нам магию предоставляет он по умолчанию используют джейсон как параметр функции из джейсона я говорю пусть это будет фрол 9 снет я знаю что мой аккаунт его сейчас в нашем контракте его сейчас нет сейчас вообще там ничего нет вообще должно быть все время пусто я хочу в блокчейне вы всегда можете запросить информацию историческую я хочу последний данный вот опять enter но прекрасно нал это значит какого пользователя нет системе вот повторяем процедуру на теперь мы вызываем функцию которая будет изменять что до этого я хочу ваше внимание обратить что когда мы делали view function то есть мы просто читали из торриджа просто вызывали код который не меняет ничего в блокчейне это операцию может выполняться на любой машине в сети абсолютно и это достаточно одной машины чтобы выполнить этот вот поэтому эта операция бесплатно ну то есть она платно для того кто содержит рпс он конечно ресурсы как не потребляет но это не вообще никак не запахивает всю сеть никоим образом соответственно никакой транзакции не отправляется ничего нет никакого свидетельства о том что кто-то запрашивал информацию про этого пользователя у нас на блокчейне не записывать дорого записывать информацию о том что кто-то что-то читал в принципе вроде незачем а вот когда мы что-то хотим изменить в общем это конечно нужно запрос сделать блокчейн сказать давайте мы все дружно выполним коду удостоверимся что он одинаково выполнится и все мы договоримся консенсусом что результат этого выполнения будет вот таков и соответственно я хочу это сделать по простому и кто будет вызывать то есть вот сейчас кто вызовет функцию great тот и ну от его имени и будет записано обновлен рейтинг другого пользователя хочу обратить внимание сразу что во всей нашей реализации рейк мы нигде не использовали нашего карантин узора кроме как чтобы сравнить что мы сами себя сами за себя голосуем соответственно у нас нет никакой защиты от повторного голосования соответственно сейчас по большому счету без разницы кто голосует потому что мы нигде не записываем кто проголосовал но больше не будет принципе помнить кто отправил транзакцию по голосованию то есть если будет организм сервис так называемый индекс индексирование блокчейна он может эти данные связывать и и без проблем предоставлять информацию кто голосовал языком а сама блокчейн ухранить при этом эту информацию в принципе не строго обязательно это уже детали в реализации если это нужно контракту он то делать не нужно можно не делать какой айди и контракта которые хочу вызвать я хочу вызвать а чью функцию функция называется rate вот это наша функция rate опять JSON и какую оценку я хочу поставить я хочу пользоваться мне давайте то есть у меня есть два аккаунта кажется мне ну конечно есть фрол четыре фрол девять вот я фрол девять то есть пол 4 который ему поставлю я говорю что 4 я говорю что хватит с головой не обращаем это внимание платить она по за то чтобы проголосовать мы никто плату не берем соответственно пока что не прикрепляем вот кстати можно будет сейчас поэкспериментировать я покажу как что с платной нужно сделать будет отправлять кто будет ставить рейки пол . я хочу подписать печень опять смотрим что нам все лайфмин говорит что какой он запрос сделать я говорю что фрол девять такой 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 взаимодействует с контрактом social rating иван и говорит что я хочу проголосовать и аргументы вот какие-то это наш джессон в котором там юзер и волк записаны замечательно транзакцию супер все прошло успешно где даже и ссылочка можно прям напрямую пойти действительно не хватает давайте повторим должно быть а вот здесь все равно все равно все равно устраивает видите мне не пришлось весь проходить всю процедуру он на ревью предоставил еще раз проверил вот и success это будет здесь мы теперь увидим что у нас было на 2 транспорта предыдущая был фил вот то есть она действительно не параметры не сошлись мы не проголосовали здесь successful надо было кстати лог какой-то вставить чтобы мы увидели что мы проголосовала ну да ладно мы можем сейчас пойти и посмотреть через наш view rate get score вот наша команда view метод на контракте social rating иван юзеры которые мы смотрим это фрол 9 до этого у нас выдавал нал что случилось а за юзер четыре они девять прекрасно 4 соответственно сейчас вы можете вот таким же образом на нет через нерсилай или на на джесс на все приложение которое вы тоже голосовать с вашими ключами от имени вашего аккаунта за определенного пользователя и мы можем потом смотреть как бы голоса можно сейчас повторить операцию я проголосую повторность нет никакой защиты от повторного голосования поставлю 3 все еще от пользователя фрол 9 пользователю фрол 4 да хорошо что фрол 4 теперь два раза за него проголосовали общее число волк 7 ну что у него средний рейтинг получается три с половиной теперь осталось добавить функцию для государства поделить все голосовавших половинку из одного человека на дать их адреса и помиле надо процесс включать обязательно вот что я хотел раз мы вот заговорили про оплату давайте здесь в принципе скажем что я хочу чтобы мне то есть если кто-то голосует давайте голосовать их кошельком может быть должен быть больше баланс баланс это курс 28 консайн 128 битное число очень большое потому что не ртокены хранятся в целочислом типе не в не флот потому что мы потеряем точность и хранится с точностью до 24 знака после соответственно один мир окин это 24 нуля после недавно это могло не уехать в в релиз монтичный не включить неприятная штука я согласен мы все время ее только куда-то походили мир баланс он просто у нас 80 это вот у них справа 12 нуля и слева 12 нуля и ну то есть вот хочу чтобы было больше чем один я можно назвать вам не делать из этого мы везде это делаем и так вот если это больше чем он не то все в порядке иначе иначе у нас оттачь от лист 1 не и и и и и и и и больше вот потому что мы не тоже поправить текст и указывать умножение можно но это как константы сделать измерения поэтому вообще нужно по-другому это сделать там по-человечески и это уже по-моему сделано новая версия иначе не выставили проверяем тест проходит проверяем что билд работает что мы теперь делаем мы создаем я предлагаю создать новый аккаунт чтобы сделать собакам надо залогиниться текущий как он делается текущим аккаунтом в каком виде вводить аккаунта идея дохожу до шага аккаунта иди ввожу свой аккаунт и у меня не арси лайк рашить я больше ничего не буду делать давай вот еще вопрос есть ну что я просто не могу идти врачу еще еще пока что не зависит или ты уже а как мне понять мне надо залогиниваться активно в папочке смотри тут да чтобы посмотреть на что у меня есть папочка вы можете пойти в папку живешь в основном в домашнем каталоге в домашнем каталоге есть near credentials в теснет и вот здесь вот хранятся ваши ключи а это в юзер да в теснет вот если вы пожалуйста могу в принципе даже открыть по большому счету ну там там хранится это приватный ключ если я его сейчас вам покажу вы потенциально даже можете себе скопировать этот файл переписать и подписать именно его аккаунта в своих контактах потом и теперь ключи в блокчейне это важная часть которую вот такая папочка с которой нужно быть крайне ответственным и не терять и тем более никому не давать вот поди вот если ты под этим именем вот здесь находится вот создаем тебе уже надо регистрировать а как мне тогда сделать сапок 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 всем жить под этим 20 лет теперь свой она просто мне интересно если ты неправильно будешь таким образом что что-то потом . и вот это вот это вот марина и марина была в конце поставки единичка допустим . я пока посмотрю комментарии и я уже да а есть документация просто вот показывает он создавал новый а если я вот уже у него уже был запущен смарт-контракт, поэтому Влад захотел создать новый давайте я быстро давайте так давайте сейчас посмотрим можно сейчас буквально пять минут мы закончим вообще вот сегодня то что я показывал я покажу какой момент этим пользоваться и тогда мы пойдем разбираться про какие проблемы и онлайн по времени уже в принципе убежали так я создал новый саб аккаунт под социал рейтинг V2 я теперь хочу туда сделать депой давайте просто заново я хочу теперь добавить контракт контракт да просто данный снет на социал рейтинг V2 да контракт код да у меня путь не поменялся да хочу имитализировать это на новом контракте я заново его делаю соответственно имитализирую на имитализацию на этот процесс мне токены не нужны мы ничего не прописали в нью не нужны нам токены там подписываю это таким ключом этого аккаунта социал рейтинг V2 который у меня есть локально есть отправляют транзакт на сервер сейчас на этом аккаунте теперь появился код с новой версии который теперь чтобы проголосовать нужно заплатить хотя бы один мир токен пробуем проголосовать проголосовать для этого функция change method да просто да тестнет какой контракт это социал рейтинг V2 который у нас платный для голосования пауза для голосования для голосового и а для голосования значит сегодня пауза напомним что мы Мы сейчас заново опубликовали код на новый аккаунт, соответственно, там сейчас вообще оценок никаких нет. Соответственно, сейчас будет оценка 5 и 1 голос. Допфрол 9 тестнет. Давайте фрол 4. Да, пусть будет фрол 4 тестнет. Такой же, как на первом контракте. И я сейчас не прикрепляю токены. Вот здесь я пишу 0, хочу голосовать, давайте, будем голосовать. Кто подписывает? Рол 9 тестнет. Течение. Да. Как видим, транзакция выполнена с неудачей. Смарт-контракт паниковал и говорит, что вы должны прицепить хотя бы один мир. Давайте проверим, что view method на фрол 4 тестнет на social rating V2. Все еще возвращает null, то есть голос не учтен. И мы это можем еще видеть на эксплорере. Рейтинг V2. Вот был рейтинг. Рейт. Транзакция неудачная. Мы здесь листаем. У нас есть информация, что вот нужно больше токенов. То есть это все публичная информация, не только вам в консоли это видно, всем видно. Все этим могут пользоваться. И теперь, но если я теперь повторю. Ту же операцию, давайте я чуть-чуть срежу, чтобы не перенабирать прям все. Он теперь у меня спросит, сколько газа. Пусть будет все те же, что это газ. Но я скажу, ладно. Один мир, так один мир. Договорились. Обращу ваше внимание. Вот смотрите на... Кто будет подписывать? Подписывать я буду пользователем frall9.testnet. Давайте откроем на эксплорере frall9.testnet и откроем мой контракт. Frall9.testnet сейчас находится в 199,99 токенах. На social rating V2 у меня всего лишь 19 токенов. Ну, 19,99. Я сейчас прикреплю один мир токен. Кто подписывает? Frall9.testnet. Да, хочу отправить. Отправляю. Так. Да, я забыл еще одну магию добавить. Да. Нам нужно всегда аннотировать такие функции. Payable, чтобы случайно не совершить определенных ошибок, в первую очередь. Во вторую очередь, вот эти токены, которые мы получим, они должны все-таки попасть на аккаунт, поэтому определенная проверка стоит. Payable добавили, и теперь нам нужно опять CargoBuild. Perfect.test, в тех случаях. Вот. И... Но зато мы потренируемся сейчас следующей штукой. У нас был контракт на этом аккаунте, но нам теперь его нужно обновить. Поэтому мы просто берем и проходим всю ту же операцию, но добавление нового контракта. нового кода контракта. Аккаунт. Уже все там же. Но я не буду его инициализировать, он уже инициализирован. Хочу обратить ваше внимание, что, ну, так мы, получается, можем поменять правила игры в любой момент и полностью. Поэтому на Explorer есть такое понятие, как worked. Он как раз отвечает за то, что смотрит в блокчейне, а есть ли у этого контракта вообще-то ключи, которыми он может провести такую операцию и обновить. Вот сейчас время последнее, когда не обновлялась страницу. Пять минут назад, последний раз обновился контракт, я сейчас обновлю на правницу. Мы увидим, что контракт обновился вот только что, вот в этой транзакции, и он все еще не locked. То есть его вот так вот может, ну, никто угодно, а владелец ключей может обновить в любой момент, как ему пожелается. Есть контракты, которые, ну, так точно не хочется делать, они там финансовые, и тогда куча там пользователей заблокировали свои токены, и там есть финансовые механизмы, которые вот не должны бы заменяться вот так вот по щелчку пальцев. Поэтому на тех аккаунтах удалены все ключи доступа к этим аккаунтам, но, соответственно, работать вы с ним можете, но никто не может обновить контракт, никто не может вмешаться в правила игры уже больше. Вот такая вот история. Мы сейчас поменяли нашу историю, наш контракт изменен, теперь мы повторно отправляем транзакцию, и все-таки говорим, один мир я хочу туда положить. Это лица оффроуалтеснет, на этом было оффроуалтеснет было 199, только у нашего контракта было, давайте еще раз обновим, здесь 199,97, а это наш 19,99 на контракте. Да, отправляем транзакцию. Теперь все успешно, транзакция успешна. Обновляем наш контракт, смотрим, у нас баланс на контракте увеличился, баланс на ролл 9 уменьшился. Соответственно, вот такая вот механика, которую вы можете использовать в своих приложениях, вводить вот эти финансовые все операции, завязывать их с логикой вашей работы. Вот, вот хочу голосовать за день, пожалуйста, мы только что это реализовали. Вот, пожалуй, на этом мы, это весело, но я сейчас закомечу. Ну да, здесь вот смотрим, вот я хочу проголосовать, да, ну мы один мир токен, да, прикрепили. За то, что мы проголосовали, мы deposit value прикрепили к выполнению транзакции, но сама транзакция тоже выполнялась на серверах, и она, ну, за нее нужно заплатить. И вот оплата за нее стоит вот столько, то есть, да, голосование как бы вам один мир стоит, но еще чуть-чуть за просто операционные издержки. Сейчас только два, так сказать, и голосующий, и контракт в... Нет, транзакции, нет, фи платит тот, кто делает транзакции. Сайнпай, вот, ролл 9 заплатил за эту транзакцию. То есть, он проголосовал, он прикрепил один токен, и вот когда он вот этот газ потреблял, это количество ресурсов, которые потратила сеть на выполнение этого кода, на проведение этой транзакции на всех серверах. Вот это такая вот система, она оценила сложность этой операции. Вот аж вот столько, и такая вот система. Есть ли какие-то вопросы? Мич, да? Из такого важного, вот мы сейчас передеплоивали контакт, не вызывая его эмит. А если бы нам надо было его передеплоить и вызвать эмит при этом, вот я сталкивался с тем, что оно будет писать контракт уже эмит. Да, да, это вот init-маркер, это как раз там вставлена проверка, что если уже инициализирован, то нельзя его еще раз эмит. И как тогда передеплоивать? Нужен метод в твоем контракте, который будет мигрировать из старого состояния в новое. То есть, ты его должен реализовать, проверить, что его вызовут там ровно один раз, и только вот если вот такое-то условие, которое удалит старое состояние и инициализирует новое состояние. Это такие вот, ну, там, апгрейд, ты можешь почитать все, что связано с апгрейд-конфортс и там апгрейд-стандартс, разные стандартизации, там вот люди обсуждают, как обновлять, как мигрировать данные, что с этим делать. Вопрос где-то в каком-то смысле открытый, потому что это небезопасно, лучше было осторожненько, не сломать то, что было до этого, чтобы там структуры сошлись, потому что вы меняете структуры, они не так дестерализуются, это бинарно. То есть, все структуры в сторидже, я показал, мы их храним через борщ стерилизацию, соответственно, у них схема бинарная, и если вы пытаетесь читать несовместимой схемой, он данные не сможет прочитать. И прочитать в лучшем случае лицо. Прочитать в лучшем случае лицо. Вот я добавил на GitHub. И здесь можем стоп-шей, наверное, сделать. Для тех, кто онлайн, я не знаю, насколько там слышно, все будут вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, можете тоже задавать. Так, по поводу борща. Нам пришлось реализовать свой метод стерилизации, потому что нам нужно было, чтобы во всех ситуациях, на всех платформах был строгий порядок, строго одно представление данных на диске, то есть, например, в стерилизованном виде, чтобы можно было взять хэш от этой строки и получить ровно одинаковые значения всегда. Вот со всех машин. Для сравнения, в JSON вы можете поменять два поля местами. С точки зрения стандарта все может считаться обратно, все прекрасно будет работать, как данные, но хэш от них, от этих двух строк, будет разный. Соответственно, две разные машины, в разных там в настройках потенциально могут генерировать разный JSON текст. Вы получите разный хэш от них, и у вас система просто развалится и скажет, у вас неконсистентный выбор. Можно перечислить санкеровать. Это дополнительная нагрузка, никому не нужная. Кроме этого, когда начинаешь сортировать Unicode ключи, можно вляпаться... Можно просто строковать и сорти. Не понял. Взять JSON-строку, и потом сортировать и будет... Ааа. Две кавычки, кавычки, кавычки. Б-б-б-б. Не парся кусок Unicode строку, а просто... Представить и сортировать обебинаршек. Я не знаю, насколько там JSON, как он сравнивает ключи, если там разными способами в Unicode одинаковые строки записаны. Ну вот эта штука плюс особенность, типа в JSON ты записываешь, если запишешь число, ну float какой-нибудь, ну на одной системе это будет с такой точностью представлено, в другой системе с другой точностью представлено. Ты можешь записать 0.0, а можешь записать 0. Мы с этим столкнулись буквально недавно, в одном месте у нас остался JSON, и вот, как бы, вроде, вот, вот, почти один и тот же вывод, но он проходит через, ну, выходит из Rasta как 0.0, а на JS мы получаем, и пытаемся это сериализовать в страху, и получаем просто 0. Ну, вот у тебя, ну, а мы же, нам нужен был формат, который бы во всех системах работал одинаково. А двоичная сериализация? Ну, так это и вот больше есть вебинарной сериализации, да? Протобав, другая история. У них тоже порядок полей не зафиксирован, соответственно, разные платформы, в зависимости от архитектуры, а потенциально переставляют поля местами. То есть мы начинали с протобава, вот, но уперлись в то, что у нас реально система по консенсусу не сошлась, у нас были, одни машины говорили, у нас замечательно, мы вам не верим, а другие, мы вам не верим. До свидания. Ну, наверное, это все, что я хотел про больше консенсус сказать. То есть он достаточно простой, там спецификация, буквально поллиста, наверное, странички. Ну, вот, простой, как двери. Там, где нужна производительность. Вот, как, типа, конкурент, допустим, 7D, там, Finplot. Бинкод, он построен на СРД, а СРД не гарантирует порядок полей. Да, я имею в виду, если нет, не важно. На бинкоде ты можешь построить нечто то же самое, он будет дистерализоваться действительно в твою структуру, но бинарное представление может зависеть от архитектуры, ты можешь получать разные результаты. Я имею в виду, что если мне, вот, мне принципиально за порядок своей программе, я не знаю, что пиши. Да, ты можешь использовать бинкод, он будет всего лишь 10 раз в неделю. Да, окей, я услышу. А так, ну, как бы, СРД прекрасная абстракция, мне очень нравится, я прям в восторге. Но как только вопрос встает производительности, он, к сожалению, дается на большой финанс. Там, где нужна производительность, это Капон Прота, Протобафы, Flip Buffers, вот это все, но вот мы посмотрели кучу вариантов, ну, реально нет никакого желания изобретать свой велосипед, но пришлось изобрести свой велосипед. Но это вот неприятность такая. Ну, как в Rusty ведь пришлось сделать Unsaid. Все-таки. Ну, где-то, где-то, где-то. Вот. Следуем диалогии, но обязательно, когда-то придется, отклониться. Ну, в Rusty я бы не сказал, что отклонились от диалогии. В Rusty Unsaid был достаточно на ранних этапах. Это осознание того, что компьютеры небезопасная штука. То есть, на инкры, ты можешь, должен иметь возможность работать со всеми его возможностями. Работа с памятью, но она по определению, там, нет никаких гарантий. Соответственно, ты не можешь обеспечить определенные гарантии, не потеряв тогда производительность. Поэтому Unsaid там... Естественное требование для языка, который предполагает, что ты будешь пользоваться всеми возможностями платформы, а не просто какой-то абстракцией виртуальной машины или еще с чем-нибудь таким. Понял. Я, наверное, сейчас тут всем пока закрываю звонок. Было, надеюсь, всем интересно. Если что, задавайте вопрос в чате. Ну, и я попубликую видео где-то завтра примерно, наверное, на ютубчик. Спасибо. 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 Спасибо.